Может ты смотришь, я смотрю через программу, ты смотришь через это? Да, я на экране не вижу, в смысле на YouTube не вижу. На YouTube еще не пошло, ну сейчас пойдет, сейчас напишут. 124 человека написано, waiting scheduled for 9 main, да. Значит сейчас включится, у меня уже показывает идет. Все, вот сейчас появляется, все, крутится. Потому что ты смотришь, я смотрю через... пошло... Реклама, 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 ну как мы можем без рекламы? А звук можешь у себя там нажать, наверное? Да, да, вот сейчас звук я уже смогу убрать, все. Все, да. Ну привет всем, привет всем, кто с моего предыдущего стрима сегодня утром зашел. И те из вас, кто ждали, как я и обещал. У нас, у нас сегодня не интервью больше как подкаст, мы посидим, поговорим все вместе с легендой. Легендой и по многим, по многим, по многим оценкам лучшим рок-гитаристом СССР. Валерий, первый вопрос, приветствую, конечно. Привет, привет, друзья. И первый вопрос, вот там, там какие-то были споры, кто считается лучшим гитаристом СССР. Говорят, Кузьмин был гитаристом, а ты был рок-гитаристом лучшим. Ну то есть, в те времена вообще, как это бесит так? Здесь я никогда в своей жизни не участвовал в спорах, кто лучше, кто хуже. Никогда не любил конкуренцию, вот в смысле того, что вот, особенно если касается меня, мне самого себя называть лучшим гитаристом, мне всегда это было бы стыдно сделать. Понимаешь, просто я всегда чувствовал себя человеком, который просто, и не имел это значения огромное, ну лучше, не лучше. Я стремился быть лучшим для себя, а не для того, чтобы меня люди называли или читали, или что угодно. Просто мне хотелось просто играть так, как я мог бы выразить себя в музыке, чтобы у меня было больше свободы, больше возможностей, больше открытий, больше полета, что ли, понимаешь? Свободы в мышлении, в создании произведений. В принципе, играть я хотел на гитаре для того, чтобы найти через гитару, это был мой ключик к музыке, которую я хотел играть людям. Все, всего лишь навсего. А считать себя лучшим гитаристом, ну я не стану себя, разумеется. Мне это просто совершенно никогда не было интересно, на самом деле. Ну а ты ж начинал, ты, наверное, самый первый. Ты дедушка, хоть по тебе и не скажешь, но ты дедушка металла рок-н-ролла, там, русскоязычного, советского. Это ж когда, 82-й или что-то где-то около, правильно? Нет, 80-й год, на самом деле, еще в 80-м году мы назывались группой или вокально-инструментальной ассамблема «Молодые голоса». Но, понимаешь, мы уже писали музыку, мы уже стремились к тому, что я, в принципе, играя вот с ребятами, с одним и тем же самым коллективом, начиная еще с Тирасполя, с Молдавии, когда я всего лишь навсего, мне было 18 лет, я начал, я был там в музыкальном училище. Мы создали коллектив на основу, которая была, чтобы мы писали собственную музыку. То есть мы к этому стремились, уже будучи вот такими молодыми. Я был влюблен в музыку, как Led Zeppelin, Deep Purple, Джимми Хендрикса слушал. И, ну, все, что было возможно услышать у нас в то время, я это все любил и стремился к тому, чтобы вот в один прекрасный день вот иметь такую возможность реализовать свою собственную музыку. Вот просто играть ее для людей. И даже не думал о том, что будет это популярным, не будет популярным. Для меня это было даже невообразимо, понимаешь? Чтобы думать о том, ой, я хочу стать популярным. Ну, не было совершенно такой вообще цели в моей жизни. Просто не было. Ну, а приходили, приходили вы к этой цели за счет чего? Это ж 80-й год, гитары какие были? Урал. Ну, у меня уже был лос-пол мой, знаменитый лос-пол у меня был. Я его купил в 78-м году, где-то с кем-то, буквально была какая-то переписка или что-то такое к эту гитару. А, в фейсбуке была, да, спорили, какого года эта гитара. Ну, в принципе, это была 76-го года гитара. Купил ее в 78-м, ей было всего лишь на все два года. Но это было с 59-го года рейши, да, выпуск 59-й модели, в общем-то. И сколько же она стоила в 78-м году? Я купил ее за 3 100, просил этот болгарин 3 500, я купил ее за 3 100 рублей. Советских рублей. Это дороже, чем «Жигули». А? «Жигули», по-моему, 2 000 стоила, или сколько она? Нет, «Жигули» стоил подороже, 4 500. Все-таки было чуть подороже, да. Да, вот, но в любом случае это были бешеные деньги, я долго рассчитывался за эту гитару, долго-долго происходило. Потом там была еще такая война, у меня хотели ее отобрать, потому что те люди, которые мне дали денег, то есть они, в конце концов, мы с ними расстались, перестали быть в одном коллективе, хотели отобрать у меня гитару. Я за эту гитару решил, что я погибну за нее, но просто не отдам в жизни ничего. Отдам все остальное, что у меня есть, но не гитару. У меня к тому времени еще был усилитель Dual Showman Fender, вот, тоже. Тупили вообще просто его, по-моему, этот усилитель басовый у нас был и гитарный. Тысяч по 7, ой, 7 тысяч рублей где-то платили за эти усилители, за каждый. Считаешь, какие сумасшедшие деньги? 7 тысяч рублей, это Волга! И мы таскали их на своих плечах, потому что мы не хотели сдавать их в багаж в самолетах. И, в общем, было весьма любопытно смотреть на нас молодыми, такими, вот, считаю, нам было по 20 лет, 21-22, вот такой возраст. И мы таскали эти усилители на своих горбах. Так, а как вы могли себе позволить, это ж, если вам по 20 лет, в Советском Союзе, конец 70-х, усилки по 7 тысяч рублей, это ж, КГБ, КГБ должно было на заметку где-то это все брать. Да, да, да. Ты понимаешь, я когда учился в Молдавии, в училище, у нас были всегда, на уикендах были всегда халтуры. На этих халтурах я в месяц приблизительно зарабатывал тысячу рублей. То есть, ты представь себе, я был просто богатый человек. Но на что я тратил? Я покупал диски. Я покупал винил. Да, только когда из-под полы диски продавали. Да, да. У меня была огромная коллекция дисков, где около 100 штук. И я был большим поклонником музыки вообще, в принципе, всю мою жизнь. И в каком-то смысле я им и остаюсь, потому что я всегда люблю открывать для себя что-то новое, всегда находить какую-то новую музыку. Не люблю задерживаться в одном и том же, когда я слушал в молодости. К сожалению, большинство людей, даже тех же самых поклонников моей музыки, или не только поклонников музыки, а вообще, в принципе, люди задерживаются во время молодости. Вот молодость у них, да, вот они слушают одну музыку. Потом взрослел, и все та же самая музыка, она остается любимой. Ничего нового он не слышал, ничего не знает, и неинтересно даже, понимаешь? Это как один комик, ну ты, наверное, его знаешь, Крис Рок. Крис Рок, ну это стендап комик. Да, я не знаю, конечно. Но он про рэп говорил, и он говорит, что та музыка, которую вы слушали, когда вы в первый раз познакомились с девушкой, эта музыка будет с вами до конца ваших дней, ну такой. Он абсолютно прав, так оно и есть, в принципе. Или даже бывает и хуже, знаешь, когда ты слушал Круиз, приходил в те годы, да, а потом ты перешел на, скажем, ну на того же Лепса, скажем, да, или Михаила. На Ласковый май. Ну Ласковый май, ладно, их уже особо и нету просто. Ну как, они есть, но где-то там, где-то там, на закате каком-то. Вот, в сравнении с тем, что все-таки эти звезды, которые сейчас популярны и гремят на всю страну и все такое. Так вот, слушали раньше Круиз в молодости, а теперь переключились на вот такую музыку. Так что бывает все на свете. Это невозможно определить. Я смотрю немножко так вбок, потому что вижу тебя с края. Я же тоже смотрю на экран, не в камеру. Но это все понимают. Это на стримах уже, тем более с этим карантином и со всеми этими делами. Но до того, как я у тебя спрошу про карантин и чем занимаешься, и где ты живешь, многим тоже интересно там про Лос-Анджелес и вообще может переезд. Мне интересна судьба этого Лес Пола. Вот что мне сейчас интересно. Того первого. Ну давай начнем с судьбы Лес Пола. Я, в принципе, эту гитару увидел, по-моему, лет 10, может быть, 12 назад. Мне позвонил человек, я сейчас не вспомню его имени, но позвонил мне, будучи в Москве, и сказал, Валера, а хочешь увидеть свою гитару? Я говорю, да, почему бы, это интересно, да. Ну я поехал посмотрел, на ней, к сожалению, не осталось ничего родного. Ни датчиков, ни даже железа, вот все, которое на гитаре, просто все было заменено. Только деревяшка осталась. И, ну, в таком убогом состоянии, скажем, потертая, она уже была в то время, когда я на ней играл. Я вспоминаю, гриф сзади был фактически настолько стертый, что дерево было без краски уже все просто. Пальцем, вот так его просто сам пальцем стер. Я всегда вот задумываюсь, сколько нужно играть на гитаре, чтобы стереть вот эту краску полностью сзади грифа? Ну ты знаешь, поскольку это был самый мой, как мне сказать, самый насыщенный период моего развития гитарной моей техники, моей игры в целом. Вот по этой причине на этой гитаре игралось около 8 часов в день, плюс еще концерты надо было сыграть. Понимаешь, то есть я вставал с утра, вот, брал гитару в руки и играл. Потом концерты, концерт отработал. Значит, это в целом гитара была в моих руках, это вокруг, скажем, 10-12 часов в день, постоянно. И это, конечно, было уникально с точки зрения. Вот сам факт, что ты держишь этот инструмент в руках, он у тебя столько времени, он преобразовывается, он меняется, и ты меняешься. То есть это все очень, как сказать, взаимно, что ли, между тобой и инструментом происходит, и отсюда исходит весь этот интерес. Чем ты больше туда, больше времени уделяешь, тем это становится глубже, тем это становится интереснее, тем тебе хочется ее не выпускать из рук. Это не то, что мы сейчас разбаловались, гитары, одна она каждый день в месяц и так далее. Да я вижу, я вижу, особенно твои гитары, там просто я, кстати, хотел тебе сказать, еще в самом начале нашего разговора сегодня, что я время от времени смотрю твои же выходы в эфиры, там с удовольствием, и я считаю, что ты делаешь, ну, просто очень хорошее, доброе дело всем тем, которые просто интересуются гитарой, потому что гитара, это просто, это так же, как и человек, это великая вещь просто, которая придумана для нас, через которую мы можем себя выразить, понимаешь? Уметь себя выражать через что-то, потому что некоторые люди просто говорят, они говорят очень красиво, они говорят очень глубокие мысли, вот, а некоторые люди должны взять что-то в руки, через что они выражают, другие люди поют, у них собственный голос, понимаешь? У нас голос гитары, у них голос локальный, скажем. Я так зазнаюсь, а то, а то ж мне тут пишут, говорят, я не знаю, кто его вообще смотрит, наверное, школьники какие-то, а я как не посмотрю, меня смотрят там и звезды, и легенды, как ты, мне аж неудобно, ну, спасибо, спасибо большое за все мои слова. Нет, на самом деле это так оно и есть, я смотрю тебя, потому что, ну, на самом деле, когда ты приходишь и рассказываешь про какой-то инструмент, причем ты уже с сознанием это делаешь, ты просто, у тебя есть опыт этих гитар, ты с ними знаком, как с людьми разными, понимаешь? Знаешь, как знать людей, друзей, кого угодно, понимаешь, люди, науки, музыки, искусства, всего такое, они все интересны по-разному, гитары точно так же, они имеют свое, так сказать, то, что мы, в конце концов, называем гитарой, личность свою собственную имеют они. Тут просто вот иногда это, ну, люди не могут понимать некоторые широко, что можно гитару любить по-разному, ну, то есть, и интересоваться гитарой можно с разных углов, то есть. Так, и мало того, я скажу, вот какая разница, кто тебя смотрит, важно, что, понимаешь, мы все, допустим, если, представь себе, если мне было бы сейчас 21, к примеру, ну, я бы тебя смотрел, а в 28 я стал кем-то другим. Ну, вот так она жизнь, понимаешь, жизнь нас меняет, сегодня ты один, завтра ты другой, после завтра еще будешь более другим, так что это так и должно быть, пусть тебя смотрят все те, кто тебя смотрит, и это просто прекрасно, это означает, что они получают какое-то знание, они получают информацию от тебя, которая просто пригодится им в жизни своей, в том, понимаешь, поэтому это здорово, так что продолжай свое дело, не обращай внимание на то, что люди или говорят, или пишут, это всегда будет, это всегда будет присутствовать. Ну, спасибо, а тут тебя спрашивают, но я не знаю, о чем именно, Галина спрашивает, чем закончился СУЦ ООО «Вектор» за название «Круиз», ну, и спрашивают, как тебе блогер Фред-гитарист, можешь не отвечать? Про Фреда-гитариста, но это… Так, начнем со второго блогера, Фред-гитариста, я, честно говоря, не знаю, ты меня уже про него спросил как-то в нашем с тобой разговоре ранее, вот, я его не знаю, не хочу говорить, поскольку нет информации у меня о нем, я, честно говоря, даже не слышал, что он играет и как играет, поэтому просто наслышан от вас, и вот в твоих передачах что-то увидел, в твоих, вот, и в других каких-то, что-то увидел о нем, и пишут, все ругаются на него, ну, ладно, ругаются, так ругаются, бывает иногда на хороших людей ругаются, бывает на плохих, но я не буду судить, вот, поэтому перейдем ко второму, а второй вопрос, который был с «Вектор», да? О, 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 «Вектор», какой-то суд за название «Круиз», я точно… Ну, ты смотри, что случилось в шестнадцатом году, когда вдруг появилась вот эта возможность воссоединиться в составе трио, выступить в Москве на фестивале «Ария-фест», вот, что, в принципе, я был очень счастлив и рад это сделать, потому что все-таки прошло столько времени, и для меня «Круиз» являлась чем-то очень большим, важным в моей жизни, в моей вообще так сложившейся судьбе, что ли, вот, и я решил, что это хорошее дело, доброе дело, вот, как только мы, стоило нам только появиться в Москве и это все организовать, вдруг появляется куча других желающих проучаствовать и быть опять «Круизом», понимаешь? Поскольку, когда я уехал из… в Америку, в общем, так сложилось, что тут же Саша Монин, Гриша Безуглый, они решили, давай себя назвать «Круизом», Галины нету, он уехал, свалил, так что нам просто будет? Я долгие, многие годы, долгие годы вообще не знал, что это произошло, что они себя называли «Круизом», они там вступали, ну, году, где в 95-му, 96-му и до меня как-то дошла эта информация там и так далее, ну, я думаю, судя отсюда, думаю, ну, что я буду рыпаться, что я буду дергаться и что-то поевать за это имя, тем более, что я сам лично ничего не делаю. Хочу еще добавить, что когда в 91-м году я уехал в Америку, я не делал официального заявления никакого, что я складываю свои, так сказать, руки или полномочия и больше не занимаюсь группой «Круиз». То есть группа «Круиз», скажем, я не объявлял, что она расформировалась. И потому что я не знал, как все сложится, понимаешь, уехал я в Америку по контракту, получилось, что задержался вот на такой длительной, длительной… На чуть-чуть задержался, да? Да, на соседе чуть-чуть, уже в 30 с лишним… Нет, 30 лет еще нет, подожди, в следующем году будет 30. Тут просят, просят, говорят, переходи, я перебиваю так время от времени, я, конечно, прошу прощения, но просят переходить к гитарам Валерия Гаина. И я начну, понятно, с гитары, которая интересна мне. Димон, давай я только договорю тебе про «Вектор», потому что я не договорил, самое главное, по поводу суда. Я хотел лишь сказать, что, разумеется, началась опять очередная в 16-м году война на тему «Круиза», и началась с того, что типа у нас должен был быть концерт еще осенью, и вдруг появляется Дима Четвергов и со своими друзьями и поехали в этот «Крукуззал» и давай на нас катить бочку, что это неофициальный круиз, они не имеют права на это название, они не имеют права здесь уступать и все такое, в общем. Потому что там уже Дима Четвергов, там уже Матвей Анечкин подписался на это все, что они все участники этого нового круиза, который… Они меня, разумеется, приглашали, чтобы я был счастлив, но совершенно мне это никогда не было интересно, потому что на самом деле, если взять круиз, то мне круиз первый в время «Волчка» и все это. Я знаю, что очень много людей, которые, они являются поклонниками именно того круиза. Мне тот круиз совершенно не близок, не дорог, не в каких смыслах, потому что это была сплошная одна головная боль в тот период особенно. Я не говорю, что в составе Трио не было головной боли, было, но там было нечто, что просто меня сделало железным, понимаешь, человеком с точки зрения, просто как и музыканта, как и уровня моего понимания. Я освободился, я вышел из этого как бы детского возраста, в котором можно было еще там, я не знаю, разбираться там в музыке, пытаться смотреть, что ты хочешь делать, чего ты не хочешь делать и так далее. И вот когда наступил, вот этот самый для меня Трио стало нечто таким, вот просто его называют Трио просто из-за того, что, понимаешь, была вот эта вся война. Мы вдруг должны были себя называть Трио-Круиз, потому что существовал еще другой комиссар. Вот. И вся эта история круиза сейчас велась к тому, что давайте разбираться нас оттуда гнать, и мы не официально, мы не имеем это право. И были предложения по поводу, судиться по поводу этого имени. Я сказал, мне это неинтересно, я же все равно не планировал возвращения такого серьезного, чтобы вернуться и заниматься группой Круиз. Потому что я понимаю, что спустя 30 лет, начиная где-то еще с начала, это просто должна быть очень серьезная, глубокая работа, которой просто я не стану этим заниматься. Если бы хотя бы у нас было в состав настолько сплоченных людей, и которые бы понимали каждое свое место, за что бы мне приходилось в своей жизни бороться, это был бы другой разговор. А поскольку этого всего никогда не было, просто понимание, я не стану сейчас заводить новую историю, чтобы мне потом били меня же опять же по голове за все, что я там. Или диктатор, или кому-то не даю выражаться в музыке, или кому-то я еще что-то плохого сделал. Я просто больше не хотел бы в этом всем участвовать. Не прошло там какое-то время, и нам уже сказали, о, теперь вы можете называть себя Круизом. Они решили, видимо, что, а что с ними бороться там? Один другому не мешает якобы. Но дело в том, что история этой группы, она уже похоронена. Похоронена тем, что, прежде всего, группа ЭВМ решила называть себя опять Круизом. Через какое-то время. Таких никто не воспринял серьезно, как группа ЭКруиз, понимаешь? Потому что они ничего не сделали на... Даже хорошо, пусть Хай называет себя, но если бы они подняли статус этой группы на какой-то другой, на новый очередной уровень и просто стали бы жутко популярны, я сказал бы, ребята, молодцы, я бы очень рад за вас. Я просто бы просто порадовался. А поскольку они просто угробили эту историю этой группы, вот на этом все закончилось. Поэтому мне не хочется в этом всем, извини, дерьме больше ковыряться. Кстати, название, название группы Круиз. Да, это 70-е, рок-н-ролл, там были Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, а тут Круиз. Почему Круиз? Это такое прямо советское 70-е название. Ты знаешь, мы искали себе новые названия и долго ковырялись в этих... Писали себе на листочках бумаги каждый свое мнение по поводу, и как мы должны называться, что только там не было, наверное. И вдруг мы получаем, был такой администратор Смольский в стране, он возил нас очень часто, еще будучи молодыми голосами. С Виктором Смольским никакого родственных связей с Виктором Смольским? Нет, никакого. Но это был лучший администратор времен Советского Союза, 70-е и каких-то там вот 80-х. 80-х он уже ушел так сзади немножко на задний план. Но в любом случае он нам прислал эту телеграмму с приглашением Круиз. Я не знаю, кто схватился, зацепился на это название Круиз, понимаешь? Потому что на самом деле мы были людьми, мы были группой, которая постоянно Круиз его по стороне, я скажу, понимаешь, по той же одной. Поэтому мы решили, давай возьмем себе это название группа Круиз. Вот, и все и пошло. Алекс написал, добрый день, Валерий Дмитрий. Скажите, пожалуйста, это правда, что вы могли стать гитаристом Узи Осборна? А что, такое что-то было? Это правда, это правда, конечно. Ну как, я не говорю, что я мог стать, я лишь говорю, что я прослушивался у него. А получилось это так. Это когда, это когда Зак Вайл, то есть в то же время? Да, да. Он собирался делать новый состав. Это приблизительно, вот сейчас 95-й, 94-й, один из этих, где-то может быть между этими как раз в период. Вот, и моя просто, у нас в группе кармы, была женщина, которая занималась пиаром нашей группы. И она рассылала многие наши CD по разным известным людям, в том числе Узи Осборна. И это приглашение было просто на основе того, что как-то получилось, что он слышал нашу музыку. И он заметил меня как гитариста. И вот спустя уже, так сказать, много лет, ну не так много лет, может быть, 2-3 года, это был период, прошло с выпуска альбома «Кармы», к тому моменту, пока меня пригласили на эту прослушку. Кроме меня было еще 5 гитаристов, которым просто мы участвовали, в общем-то, в одно и то же время. Практически это был такой джем-сессион, нам не пришлось даже особо играть там музыку, там, Узи или Black Sabbath, там, и так далее. Хотя мы прошлись по этому, вот. Но, в принципе, мы себя, мы провели это самое мероприятие, мы собрались все вместе, поиграли, он со всеми поздоровался, он со всеми пообщался немножко. И на этом все закончилось, и мы ничего больше не слышали на то время. Поэтому я никогда бы не сказал, что меня взяли или что-нибудь такое. Но меня оценили с точки зрения, он мне при уходе, он сказал, что, говорит, я слушал твой альбом, поэтому тебя сюда и пригласили, и спасибо тебе за это. Вот всего лишь на все. Ну, видишь, а я не знал, так бы мог быть, вместо Зака Уайлда твои подписные гитары покупали. Ты знаешь, я на самом деле никогда тебя не считал человеком, у которого он придет и сейчас начнет играть, или, скажем, представь себе, что мне пришлось бы за Ричи в Лакмора играть, в Deep Purple. Вот честно говорю, не хочу. Почему-то всегда хотелось играть самого себя. Просто если бы это нужно кому-нибудь было, сказали мне, вот просто приходи ко мне в Мегадет, просто, понимаешь, но играй то, что ты хочешь. Это был бы другой разговор. Кстати, на Фейсбуке, вот у нас общий друг на Фейсбуке, ну, не общий друг, в смысле у тебя в друзьях, но он у Стиви Вая, тоже Роман играет. Нет, он не играет у него, он с ним поиграл, просто поскольку они были на общей тусовке, просто Роман очень классный и очень хороший мой друг, я его очень люблю, очень талантливый, у него потрясающая гитарная техника, потрясающий вообще человек в целом, мне он очень нравится. И он попал просто на тусовку, которую, в принципе, собирал Стив Вай, и он вышел на сцену с ним. Это часто случается, это нормальное явление. Стив Вай очень на самом деле человек, с одной стороны, знаешь, как бы по-своему амбициозный, и это и правильно для такого человека, им таким же и надо быть, но при этом он всем очень простой, и к нему очень легко можно подойти, поздороваться, сказать, давай я с тобой сыграю, возможно, что он тебе вполне даст и гитару, наиграй, понимаешь? Вот это было буквально на таком уровне. Я, кстати, хотел тебе сказать, что если бы ты проводил еще вот эти свои коллабы, вот дальнейшие, скажем, то я хотел тебе как раз сказать, что было бы хорошо Романа пригласить. Ну, мы уже начали обдумывать там, мы же с этими стримами, мы сейчас каждую неделю проводим стримы с известными людьми, потому что карантин, все сидят на карантине, и я уже сам начинаю подумывать. Но он настолько получается каким-то таким, прям совсем звездным, что я аж стесняюсь туда самому вписываться. Кстати, большое спасибо за то, что поучаствовал в прошлом коллабе, как история, мы с тобой уже говорили, история такая, что ты до самого последнего момента даже не понимал, что это будет, пока он уже не вышел на канале. Абсолютно, да. Тебе, кстати, спасибо за приглашение, в конце концов, когда я уже все узнал, расклады этого всего дела, потому что я сначала записал не лайв, а просто сделал запись и послал Антону Апарину, на что он сказал, что соло превосходно, ему очень понравилось, только надо живем теперь это все сыграть. Я говорю, а окей, ладно. Я помню, что я что-то был, в это время у меня писался какой-то проект, и я там сводил и что-то такое делал, и я сказал, ну дай мне тогда хотя бы неделю, я там посмотрю. И так получилось, что я, в принципе, хотел сохранить идею этого, я послушал разочек приблизительно, ну а вспомнить, я свои соло никогда, честно говоря, в жизни не учил наизусть, у меня всегда приблизительно какая-то есть общее направление, допустим, скажем, есть какая-то темочка, за которую я цеплялся, и вокруг нее все крутилось, а то, что вокруг нее крутится, вот это является самым, так сказать, импровизацией, что ли. Поэтому, в принципе, соло, которое я сыграл для коллаба, это была буквально импровизация, но на тему того, что я сыграл, вот именно записал ему, как аудио треком, и послал Антон. Так что, в принципе, вот так получилось вот это соло, и я сыграл, по-моему, раз за три, и один из этих вариантов я вот как раз и послал. Ну это... Там, конечно, истории были разные с этим коллабом, но я же хочу, что я хочу, я хочу посмотреть на эту гитару, на Washburn, на этот красный, он же чуть ли не как легендарный, ты понимаешь, я же к чему подводил. Достаем Washburn. Вот он, мой дорогой Washburn. Это 11-го года Washburn. Так, если... Ох, я вижу тебя. Вот, смотри. Вот эта голова, здесь такая вот... Здесь было, правда, мое имя было на этом самом... Вот здесь. Но я просто все время снимаю, потому что все время приходится в легкую настраивать гриф, и меня напрягает, когда постоянно если вставлять пластик этот обратно и убирать. И вот тут, фактически, тут номерной этот самый его кастом шоп, если видно кому-то... Видно, видно. Такой. Да. И номерной, вот фактически, вот тут написано, фактически, 11-й год, июль, гитара 005. Все по номерному знаку. То есть это, это в принципе моя гитара. Вот самая... Ну, скажем так, если не ставлю ее на первом месте, потому что у меня есть несколько гитар, которых я в целом очень люблю, и они все для меня очень дорогие и близкие. Но на этой гитаре почему-то мне легче всего себя выражать и играть. И у нее особенный гриф, который просто фактически под мою руку сделан, настолько удачно. И знаешь, в чем самый важный элемент вот этого грифа? Что здесь вот в конец, вот когда идет, знаешь, это сглаживается, как стирает вот эту грань. А этот гриф идет кругом вот этим, вот сейчас тебе видно, лучше. Смотри, вот он идет сначала до конца, он совершенно, накладка вот это красного дерева, да, оно не не выровнено, понимаешь, вот здесь в конце. Как было бы на Лес Поле, как было бы на любых других гитарах. Она идет продолжением своих. За счет этого гриф чуть-чуть шире, чем обычно. Первая струна никогда не сползает вниз, шестая не перелазит сюда. Это надо постараться, понимаешь, чтобы этого добиться. За счет этого он немножко шире, и настолько приятно ложатся мои, мои пальцы, на самом деле, они не такие, знаешь, как сказать, длинные, но они весьма такие, толстенькие, скажем, не самые худые. Поэтому идеально для моей гитары. Я не люблю совсем, когда между струнами нету пространства, чтобы ели с трудом пальцы вмещались. Мне нужно чуть-чуть больше места. Потом, знаешь, что у этой гитары есть тенденция, что вот когда ты сидишь, она в верхних тесситурах, ты можешь играть гораздо проще или легче. Почему? Потому что у нее сдвинутая тесситура, как на SG, в Gibson SG. приблизительно такая же самая тема. Да, вот она сюда идет немного. Не настолько, как на той гитаре, но где-то ближе к этому делу. Так что вот эта гитара, во-вторых, она очень тонкая, она очень легкая. А из чего? Дека из чего сделана? Все красное дерево. Красное дерево, дека, да, но при этом она очень облегченная. Она не neck-through, она просто, видишь, на болтах здесь, конечно, сустейник, это один из таких важных элементов для меня, я очень люблю сустейник. Вот, также я люблю Floyd Rose, потому что, как тебе сказать, многие говорят, а зачем тебе Floyd Rose, когда можно делать руками? Конечно, можно делать руками, и не надо делать руками. Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь. Абсолютно правильно. Я лишь хочу добавить к тому, что ты сказал, что ты понимаешь, это как дополнительный элемент, который в определенный момент очень тебе нужен. И ты не можешь без него в любом случае. Я вспоминаю, когда я записывал этот альбом первый, круиза, который мы уже перешли на состав втроем, и мы его писали. Писал я его, правда, вместе только с Серегой Ефимовым. И Федор, потому что присоединился после записи уже. Буквально вот в короткое время мы поехали, собирались уже на гастроли, и надо было искать срочно ассиста. Вот, к счастью, мы нашли Федора. Вот. Так я, когда старался делать, значит, я делал что сначала? Я делал, подтягивал струну, ноту, и не играя звук пока еще, а потом опускал. И это как бы звучало, как будто Флойд Розом это делал. Понимаешь? Но шло, ты подтяжку делал, потом нота поднималась вверх, а не вниз шла. Понимаешь? Поэтому так это, ну, в общем, получалось весьма своеобразно, как бы имитация Флойд Роза. Но только с этим, когда ты у тебя под рукой, это гораздо легче. Ну конечно. Это гораздо легче и гораздо... И он удобный, сам по себе, вот даже как бридж, если его просто даже заблокировать, он удобный очень. Там ничего не выпирает, нигде ничего там, никакой угловатости нет. У меня тоже много этих Флойд Розов. Я обожаю. Вот у меня, вот еще один у меня вот тут в Вашбург, сейчас покажу. Это Паралакс. Ну это прям совсем сатанинский какой-то. Да, это такой вот, видишь, такой уже, такой сплошной гриф здесь, сквозной. это тринадцатого года. Ну поскольку, понимаешь, у меня с Вашбург отношения сложились еще с времен круиза в Германии, так получилось, что я когда зашел в магазин и увидел гитару двадцати девяти ладовую, я охренел и думаю, вот нифига себе, вот это просто было интересно. А потом у них еще была гитара тридцать шесть, вот ту гитару они мне уже под эндорсмент выписали, красная такая. А это тоже кастом шапп? Вот это тоже кастом шапп? Это не кастом шапп, это мне уже они ее в тринадцатом году дали, но это была какая-то специальная серия, она сделана была в Индонезии, хотя, ой, Индонезия, да, или что-то там какая-то страна. Да, Индонезия. Но я тебе скажу, качество охренительное, просто совершенно потрясающе, если бы у тебя была возможность сейчас взять ее в руки, ты бы понял, о чем я говорю. То есть они сделаны просто на одном уровне гитара, вот это кастом шапп, и это просто обычная гитара, скажем, которая была сделана, но они мне сказали, что эта гитара тебя не подведет никогда, и они абсолютно правы оказались. Понимаете? Во-первых, я сейчас предупреждение тебе сейчас скажу, что я может даже их попробую, вот мы на нам поедем в следующем году, встретимся на нами, и я к тебе домой напрошусь, как раз и у тебя из дому видео сделаем. Абсолютно, я буду только рад, я только рад. Слушай, сейчас мы под этим карантином, поэтому у меня уже два с половиной месяца в дом никто не появлялся, поэтому я надеюсь это закончится в ближайшее время, и можно будет опять себя чувствовать, так сказать, что дома открыты дверей, что ли, как это всегда было, поэтому всегда буду рад твоему приезду сюда. Спасибо за приглашение, у нас уже снимают карантин чуть-чуть, но у вас Лос-Анджелес был под вопросом всегда, то есть там вот чуть ли даже слухи не пошли, что может второй Нью-Йорк быть, вот когда там в Нью-Йорке самое такое начиналось, но видно сработало, что губернатор Калифорнии под карантин сразу, первее всех штатов это все позакрывал. И правильно сделал, понимаешь, потому что я, на мой взгляд, я считаю, что если не принимать меры, если не относиться к этому правильно, понимаешь, если мы будем говорить, да, это туфта, этого нету, как в принципе очень многие только этим и занимаются, распространяют, это будет, это никогда не закончится, понимаешь, то есть все должны понять, что в том же самом Китае, это был пример тому, они закрыли просто наглухо все, и люди даже не могли выйти из дома, понимаешь, потому что камеры стоялись, ты вышел из дома, знали, знали, где это, поэтому закрыли, а у нас же что-то, кто знает, куда они потом эти китайцы прилетали, где они ходили. Самое главное, что смотри, за это время, пока карантин, мы на самом деле, я могу в любой момент сесть в машину поехать там, или в магазин, или куда-то на природу, или куда-то еще, разумеется, если ты поедешь на океан и на пляжи захочешь выходить, и просто в толпе народа, это, конечно, не произойдет, тебе скажут, извините, пожалуйста, заканчиваете это мероприятие, идите домой, или уходите отсюда, и так далее, это всего лишь на всего на таком уровне, но нет такого, чтобы тебя, там, скажем, полиция тебя разгоняла, там, за что ты куда-то вышел, их больше, полиции больше, я вот побегать выхожу, их сейчас больше видно, они ездят, ну, не трогают, да, это они так вот, для приличия, можно сказать, гуляют, кстати, больше по улицам, просто я, я живу в таком, ну, знаешь, так же, как и ты, наверное, более в таком месте, где по улицам, ну, я хожу с собакой, погулять, и все, кроме меня никого нету, понимаешь, то есть обычно это так, а сейчас ты выходишь и постоянно вот видишь другой человек, если ты видишь этого человека, ты переходишь на другую сторону улицы, знаешь, там, вот так все ходят по-разному, да, да, расстояние все держат, это точно, все относятся весьма, ну, не знаю, так сказать, то, что я вижу, то, с чем я сталкиваюсь, то, что, вот, в моей повседневной жизни, моей, вот, это так оно и есть, люди просто остерегаются. Спрашивает у тебя Салачан, историю сатанинского Лес Пола, ты что-нибудь такое тебе говорит? Конечно, говорит, это, они же, эту звезду, которую перевернутую, вниз сатанинскую гитаре, это была картинка, вот, этого альбома, 87-го года, выпущенного, записанного в 86-м, мелодия выпустила в 87-м, это просто, разумеется, была картинка, которую я приклеил на тот же самый Лес Пол, который, вот, у меня и был, вот, начиная с 78-го года, вот, это мой легендарный Лес Пол, который со мной прошел фактически всю дорогу, вот, на протяжении группы Круи, существования группы Круи. И мы оформляли эту гитару по-разному, несколько раз буквально, это последний был дизайн вот этой звезды, о которой он спрашивает. Как говорится, я сатанизмом не занимался, никогда не был, не увлекался, но поскольку мы играли металл-музыку, нам хотелось как-то атрибутику подобрать такую. Ну, мы всегда, как помнят многие, вот, наряжались в эти костюмы, в это все, чтобы это было как-то интересно, сценично, и чтобы это было визуально, эффектно. Вот, для этого всего лишь навсего все это делалось, придумывалось, оформляли гитару и все такое. Почему-то у меня картинка моей гитары, я все держу эту гитару в своих руках, у меня, у меня на компьютере, так и замерзла на этом. Тут еще может опоздание быть минут 15, поэтому я привык. опоздание я вижу, да, ну, сама картинка уже задержалась, ты с рукой, может это ты нажал на паузу, там просто нажми на, или сама нажалась на паузу. Да, ты прав, ты прав, ну вот, это точно есть. Вижу свой альбом, круиз, черный альбом, вот, и вижу перед собой, и теперь я уже заканчиваю, да, ну, ты прав, я каким-то образом, видимо, на кладе тут нажал. На этом, там же ж пауза, это это, ну, как я называю, space bar, это да. Да. Тут это, мне батя тут написал, я же, я же, я тебе уже говорил, кстати, я хочу сказать, нас смотрит сейчас 630 человек, я хочу сказать, что мы, мы с Валерием, вот по скайпу, тренировочно, так сказать, немножко поговорили, пока настраивали ОБС, мы за эти 20 минут поговорили обо всем, я думаю, ну, это же должен быть интересный стрим, Валера, человек очень, очень опытный, что касается музыки, мы начинали с тобой, как я говорю, что у меня родители, когда-то мне говорили, легенда была, что круиз приезжал к нам в ДК, у нас в ДК никто не приезжал, вообще, ну, то есть, это самое такое, ну, мы, где ты жил, в каком, неужели мы там не были, ну, как это, ну, нет, вот вы как раз там, вы там как раз и были, вы единственные из всех, вообще, в мире, кто там были, ну, то есть, такие, ну, с именем, и мы еще тогда уже, когда играли, уже мне 19 лет было, говорили, вот здесь, на этой сцене круиз, когда ты играл, мне родители говорили, это вы, это ж вы, значит, если вы туда заехали, значит, что вы были везде, ну, то есть, и вот ты мне говорил, как вы застряли во время конфликта, где-то там, где вы, а мы были в Осетии, по-моему, в Осетии, было, это уже были, знаешь, годы, 90, вот, 91, нет, конькингиня с 90-го, да, было, это все правильно, и там были какие-то там события, в общем-то, не очень хорошие, в общем-то, связанные там, стрельба была вокруг, мы неделю не могли вылететь обратно в Москву, вот, причем это было, когда случилось сразу после фестиваля монстры рока 90-го года, мы же ехали туда на гастроли, это был целый тур там, нам организовали, и он очень, конечно, был сложный, и с публикой не очень сложилось, в связи с этими событиями, которые происходили, не знаю, зачем эти люди нас приглашали, но они потом бедно и так напугались этого всего, что они даже не появлялись, мы просто сидели буквально в какой-то гостинице, жили, ждали, когда мы сможем оттуда улететь, но, я хотел тебе сказать самое главное, что, разумеется, мы заезжали повсюду, где только было возможно, потому что, как я тебе рассказал уже в предыдущих наших с тобой личных разговорах, что мы по 11 месяцев не возвращались домой, у нас даже такой вот торт, ты представь себе, мы с Дальнего Востока возвращались в сторону Москвы, сколько ты можешь там кататься, там просто, и останавливаться в каких только точках, где, бам, я был, назови все, что угодно, и я там был, понимаешь, это просто любое... Если есть хоть что-то на сцену похожее, мы приезжали, да? Абсолютно, Я думаю, что вообще в нашей жизни мы сыграли свыше там 5000 концертов, что в принципе является самой превосходной, самой лучшей школой жизни музыканта, понимаешь, это ничего лучшего никому не пожелают, чем просто играть как можно больше концертов, ну и разумеется, все этого хотят, это даже не обсуждается, это очень важно. А как вот в начале 80-х и так далее, концерты, там же ж рок-н-ролл, вы ж играли рок-н-ролл, проходил он под лозунгом рок-н-ролла, ну там, водка, девушки, все как надо. Разумеет. Ты знаешь, вот даже период вот волчка, почему-то, не знаю, волчка в основном говорят, хотя там было столько музыки, которая просто имела, так сказать, в этой категории, она была достаточно широка с точки зрения, вот там, допустим, от хадрока до чуть ли не новой волны, вот так, вот знаешь, вот такой спектр мы занимали, вот в музыке, круиза первого состава, и разумеется, ты понимаешь, идея была, шла, исходила в основном от меня, разумеется, потому что, если обратить внимание на, именно на первый альбом, то это в основном-то вся моя музыка, вот, была написана мною, не все же поддерживали эту идею, что надо играть эту музыку, во-первых, у нас начнутся много проблем, нас начнут просто рубить, останавливать на гастролях, или, может быть, возвращать домой, или мало ли, что еще то. Поэтому, как бы, и посадить могли, в то время это легко было, там сказали, не то спел. Да, да, вот именно, это точно. В общем, так что мы, в принципе, как тебе сказать, даже этот период был, он был настолько интересен, потому что мы искали себя, мы хотели понять, что мы можем, на что мы способны, и, написав какую-то песню, понимаешь, она сама по себе один раз пишется, эта песня. Вторая и следующая песня, она уже имеет свою другую историю жизни, понимаешь, это, это как, как люди, как нечто такое, мне всегда говорят, Валера, а чего ты не напишешь что-нибудь такое в этом ключе? Я говорю, так, потому что музыка не делается, для меня во всех случаях она не делается, я не знаю, может быть, все кто-то делает по каким-то штампам, а у меня штамп не существует, у меня штамп выходит из самого себя, из моей головы, из моего опыта, из моих пальцев, из моего голоса, из моего, вообще, всего знания, которое я накопил, вот на протяжении всего, и я пишу, излагаю какую-то мысль свою музыкальную, только в одной песне, дальше я ее не повторяю, понимаешь, и мне неинтересно ее повторить, поэтому, наверное, и круиз играл разную музыку, понимаешь, там, в период круиза «Волчка», и в период «Трио», там, или, скажем, даже тот же самый промежуточный состав, где, там, Гриша Перцев или Гриша Безумлый его участвовал, слава богу, это был короткий период в моей жизни, просто, и, ну, это был самый, один из таких, не самых приятных периодов, скажем, вот, а времена «Трио», как бы там ни было нам тяжело и как плохо, и много проблем внутренних и много всего разного, для меня это остается самым таким важным, понимаешь, периодом, для меня это самый интересный период, в котором я фактически созрел и стал музыкантом, которым я мог себя считать уже, вот, в тот момент я смог сказать, да, я что-то умею играть, вот и все. Сейчас я пока спрошу у тебя, ну, я-то знаю, но я спрошу людям, думаю, будет интересно, чем сейчас, сейчас ты занимаешься в связи с музыкой, но, мне нужно, всем нужно, всем, всем, кто сможет, всем 660 людям нужно увидеть, какими ты медиаторами играешь, потому что, ну, деньги как нет. У меня сейчас в руках этот самый GrafTech медиатор, вот если видно его вот здесь. Нет, сюда, правее, правее, еще, о, вот там. Вот здесь. Да. Вот видишь, вот этот GrafTech, вот этот у меня в руках. Это вот где-то миллиметровый или полтора миллиметра? Он толстоватый, этот, этот такой 98, 0,98, вот такой вот. Но у него есть такой грипп здесь, это самый, потому что он выпукленный, выпуклости такие на нем. И он очень хорошо в руках держится. Но я его уже спилил, видишь, он уже проверил. Все. Вот я его уже немножко спилил от игры просто. И очень их люблю, эти медиаторы, они очень хорошо в руках держатся. И у меня еще есть медиатор Swiss, сейчас покажу тебе из моей какой-то коллекции. Называется это самое Swiss Cheese. Похоже на свейцарский сыр. Этот, сейчас достану эту коробочку, с медиаторами, где только она у меня. У всех есть коробочки с медиаторами. Вот. Да, да. Вот. Смотри, сейчас покажу тебе. Вот моя коробочка с медиаторами, видно ее, да? Да. Такая пластиковая коробка. И тут вот, если вот так видно, видно вот так. Видно, видно, да. смотри, вот эти Swiss, видишь, они с дырками. Ой. О, вот тут. Да, да, да. Видишь? Да. И очень интересные. Они, во-первых, знаешь, как тебе сказать, это самый тонкий, который был, который я себе взял. И мне просто хозяин этой компании, Питер, очень приятный человек. Кстати, Рома, друг, он очень хороший знакомый, он мне его привел и познакомил меня с ним. И он говорит, я с удовольствием хочу эти две медиаторы сделать. Вот я их очень люблю. Очень люблю и очень... Данлопов у меня очень много. Вот всякие, какие-то такие вот сам. Ну, они, по-моему, у всех. По-моему, зеленые вот эти 088 Данлопы, они у всех. Как-то вот они появляются. Хочешь, не хочешь, но они появятся. Да, 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 да. Я вон сам сижу и сейчас их кручу. Ну, Planet Wave, да, да, да. Wave, да. Ты знаешь, я пробую всегда разные медиаторы. Конечно, мне нейлоновые очень нравятся. Найлон, я считаю, что у них звук прекрасный. Я не люблю самые толстые, чтобы совсем не было никакой гибкости, потому что они меня немножко мазят. Мне нужна легкая гибкость для того, чтобы просто звук самой струны, самого инструмента оказался более динамичным. Понимаешь, как тебе сказать? С одной стороны, это должна быть толщина настолько правильная, чтобы ты просто скорость свою не терял на этом, да. Скажем, тонкими медиаторами очень хорошо играть, когда ты с трами не играешь, делаешь, просто по гитаре идешь. Они очень хорошо, потому что совершенно другой звук. У него появляется вот эта яркость в звуке, атака такая приятная, интересная, щелканье, легкое такое получается от этого в звуке. и делает звук красивым, скажем, да. Кстати, вопрос, вопрос хороший здесь, пока мы о медиаторах говорим. Ну, Лас Пол за 4 тысячи советских рублей купить, это одно, но медиаторы, медиаторов же в Советском Союзе не было. Где вы их доставали? Из крышек резали, как и мы, или как? Знаешь, очень хороший вопрос, потому что на самом деле я даже не помню точных деталей, но могу тебе сказать, что нам делали их. Нам изготавливали эти медиаторы специально где-то в нашей самой стране, но просто не помню деталей, кто же нам их привозил, кто же нам их доставал. Разумеется, когда была возможность получить какой-нибудь фендер, написан на медиаторе, фендер, там, пример, понимаешь, и то мы про толщину даже не знали. Я, честно говоря, долгое время не понимал даже разницы там, просто толщина какая должна быть и почему такая или такая и в чем разница будет, понимаешь, я долгое время этого, так сказать, вот есть медиатор, и им ты играешь, понимаешь, тонкий он или толстый, ими играешь, а потом уже со временем до тебя доходят, оказывается, о, медиатор влияет на это, на то, на звук, на положение, там, с какой стороны берешь, ну, в общем, все эти нюансы. Медиаторов здесь очень много и очень много разных, я тебе могу сказать, что даже есть такой, смотри на этот самый медиатор, вот, видно его? Ага, ну, это прям совсем эргономичный такой. Под палец, под палец, вот, смотри, посмотри, как он держится, даже вот такой есть, ты знаешь, в чем-то удобный, в чем-то нет, то есть, опять же, знаешь, привычка какая-то есть определенная, тебе с определенными медиаторами тебе удобно, а что-то другое возьмешь, или, я не совсем люблю маленькие медиаторы размером, понимаешь, у меня такое ощущение, что они должны какую-то большую площадь большого пальца занимать, для того, чтобы просто чувствовать его, чтобы ты контролировал, ведь самая главная задача, на самом деле, не пережимать этот медиатор, по большому счету, не пережимать, когда ты начинаешь нажимать на медиатор, это означает, ты уже напрягаешь свою руку, ты уже просто не можешь ее двигать и работать свободно с ней, она тут же зажата изначально, меня многие спрашивают, кстати, я, может быть, и скажу, что же сделать так, чтобы моя правая рука не зажималась, именно почему-то у многих правая рука зажимается, мне кажется, что ответ на этот вопрос, это просто нет упора, нет опоры для руки, для самой руки, понимаешь, я когда играю, у меня рука отдыхает, вот она у меня, видишь, вот здесь, я ее не вяжу на весу, гитара у меня не на весу, когда мне нужно, она может быть и на весу, это просто для меня это прием игры, это другая атака, это другое отношение к тому, как ты играешь по своими струнам, а если я так вот просто играю и играю какие-то там тут ноты, вот она у меня отдыхает, и если человек не понимает, что если он когда держит руку на весу, он ее в любом случае будет зажимать, эта правая рука будет зажиматься, он не может ее удержать все время, понимаешь, в этом положении, вот так, представь себе, что она у меня вот так, рука, кстати, Марти Фридман, мой друг хороший, которого очень люблю, он вообще, да, вот так вот как-то он залазит, я не знаю вообще, как у него так рука, буквально вот так вот, понимаешь, вот такая рука, я всегда удивлялся, как он это так играл, вот, ты знаешь, из-за этого у него нет хорошего легато, скажем, и он страдал всегда без этого легато, но он понял в какой-то момент, что ему оно и не нужно, он сам это сказал мне, ну, говорит, ну, тут кто-то, тут кто-то написал, говорит, в Советском Союзе медиаторы из старых кредитных карточек резали, да, это типа этого, да, что-то такое, мы много делали, сами резали из какой-то пластмассы там, просто по-моему, так было, что нам, вот у нас уже был один медиатор, какие-то пластины такие нам привозили, и мы ставили, и потом ножницами сами их и резали, понимаешь, вот так оно было, да, даже какой-то, ну, какой-то период, я не буду так преувеличивать, что, ой, все время только этим такими медиаторами играли, нет, разумеется, у меня, поскольку была уже гибсон-гитара, я всегда старался от себя доставать гибсон-струны какие-нибудь там, или что-нибудь такое приобрести, чтобы моя гитара все-таки звучала, но в целом, я тебе скажу, что одним комплектом струн, поскольку Лес Пол всегда рвет первую струну, особенно просто, блин, это меня так напрягало все время, во время концерта, причем, это самое ужасное, я всегда думал, весь концерт думал о том, как бы не порвать первую струну, как бы так, чтобы не случилось, чтобы песню не сломать посередине, у меня же не было второго гитара, понимаешь, надо было стараться это на одной довести концерт до конца. Второй жигуль купить не мог же, да? Мы после каждого концерта кипятили струны, просто, понимаешь, вот мы брали их, снимали, кипятили их просто, и вроде бы как бы еще продолжали звучать на следующий раз. Тут вопрос спрашивает Галина опять, и мне, кстати, очень интересно, я и не знал, расскажите, Валерий, о своем участии в записи альбома коррозии металла, в 89-м году, Russian Vodka. Как вам блогер Metal Priest из группы Bestial Invasion? И вы скоро тоже даете интервью, как дела у Антона Гарсии, расскажите об альбоме Shaw Beaver для паблика ВКонтакте Metal S.S.S.R. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что во времена Трио Круиз, поскольку мы были все-таки группой, которые завоевали свое место, и нас были настолько известны, мы решили, что, ну, в этих случаях, я для себя решил, что было бы хорошо поддержать наш рок-клуб местный, московский, и группы, которые играют в направлении, вот, типа, близкие к нашему, и так далее. И все, разумеется, мы познакомились с эстами, ребятами из эст, я участвовал, я продюсировал даже их альбом, с удовольствием я с ними поработал, поскольку для меня Круиз, это была не просто группой, которая научилась играть свою собственную, собственно, на гитаре, сочинять музыку, ну, еще и записывать, понимаешь, запись для меня всегда интересным процессом, и я понимал, если я этого не сделаю, ну, тогда кто, понимаешь, рассчитывать все время на какого-то нового инженера, который придет и расскажет и сделает все не так, как нужно, я уже уставал от этого всего, мы никогда не звучали хорошо живем, никогда не звучали, поэтому я ходил по концертам в Москве вот в это время, там выступали шахи, с одними познакомился, с другими, и как-то я решил, что этих ребят всех надо подтягивать к тому, дать возможность им тоже себя показать на публике, на каких-то более интересных концертах, и шах с нами играл, когда мы играли в Зеленом театре, к примеру, мы их включили, как они открывали для нас, у них была непосредственно возможность появиться на такой публике, на которую мы могли уже тогда собрать, без проблем, и они тем более, что играли так здорово, я так их любил, и этих ребят, и в целом их музыку любил, и считал, что это очень достойная группа, на основе этого же мы решили их привезти в Германию, и попробовать помочь им сделать контракт и выпустить альбом в Европе, ну, как всегда, это не всегда все удается реализовать, понимаешь, по многим причинам, в этом не будем вдаваться сейчас, но сам факт, что мы попробовали это сделать, это уже попытка была очень сама по себе достойна, уважения просто, и дальше уже с коррозией металла, с коррозией металла мы тоже дружили, просто совершенно потрясающе, мы всегда тусовались, как концерт, Валера, приходи, помоги сделать звук, мне паук говорит, Валера, хорошо, пойду, сделай звук, если я в Москве, то почему бы нет, понимаешь, это была такая несключаемая тусовка, которая постоянно, тем более у меня дома всегда была, представь себе, я жил долгое время просто в однокомнатной квартире, там чуть-чуть уже позже, там я уже, там 90-му году только я уже разжился в трехкомнатной, а так вообще в однокомнатной квартире у меня могли появиться просто, ну 15-20 человек все заглядывали, просто, если не сидели, смотрели какие-то видео, там болтали, о музле, и все таком, в общем, это была огромная всегда постоянная, такой, знаешь, проходной двор через мою квартиру, просто вот такой, понимаешь, и все приезжали в гости, мы обсуждали многие темы, и разумеется, всегда люди обращались ко мне, Валера, помоги, записайте, проучаствуй, запишу гитару, или что-нибудь еще, я был в этом смысле безотказным человеком, потому что, во всяком случае, все, что мне казалось, что, если не я помогу, человек, который более-менее мог чем-то помочь, хотя бы представить какую-то, предоставить какую-то большую сцену для выступления, понимаешь, за счет того, что круиз появлялся, плюс коррозия металла, плюс это самое, шах, плюс еще кто-то, это уже было нечто большее, понимаешь, там просто размером, понимаешь, я приходил на их концерт, ну смотрю, там 500 человек, там, ну, тысяча человек соберется, и то это было самый как раз такой, скажем, сок того времени, понимаешь, андеграунда, так называемого, а если бы они поехали на гастроли по другим городам, то это было уже гораздо тяжелее, это надо уже просто иметь публику там, понимаешь, это было бы уже совершенно, был бы другой разговор, вот, поэтому мы и решили, что чем мы больше будем делать совместного такого, это только поможет, так сказать, создать движение, продвижение нашего рок-музыки, металла в целом в нашей стране, поэтому вот мое все сотрудничество строилось на основе вот именно этой идеи. Я вообще был борцом долгое время за то, чтобы наконец-то эту музыку признали как официальную музыку, то же самое, потому что, оказывается, поп-музыку можно делать всякие стили, какие угодно под западную музыку, все было хорошо, а что касательно металла, понимаешь, к примеру, когда мы попали в Волгоград и после этого, 88-й год, мы выступаем в Волгограде и после стадиона, после этого толпа пошла по улице, там разгромила 40 троллейбусов, я не знаю, слышал ли я об этой истории, но это была очень, в каком-то смысле даже трагичная история, потому что группа, которая открывала для нас на стадионе, это открытый стадион, а поскольку это был ноябрь месяц, было очень холодно и, в общем, концерт мы решили, что не будем проводить, потому что мне надо было уезжать, нам надо было уезжать в Испанию, вот, и хотелось сохранить свое здоровье для того, чтобы проехать тур в Испании 50 дней, там теплее, такое. В Испании теплее было, поэтому надо было не заболеть на этом. гораздо теплее, однозначно. И я говорю этим промоутерам, зачем вы сделали, могли делать дворец спорта вместо стадиона открытого, потому что за день было 25 градусов, а в наш день было 3, плюс 3, это фактически мороз, мы должны были играть на морозе. Так что ты не представляешь, какая история произошла. Оказывается, группа, которая перед нами выступала, их взорвали, их просто бутылки такие бросали на сцену и взорвали, и попала под барабанщика, и как оказалось, я уже много лет, много лет спустя узнал, что это его убило. Просто человека убили на сцене. Можете представить, это преступление просто произошло буквально на нашем концерте, о котором мы не знали до 2007 года, когда я, говорю, приехал в Москву, мне уже человек встретил на какой-то тусовке поэтической, там что-то, вечер был, и он мне рассказал эту историю. Я был в шоке, в ужасе и не мог проверить. Это все, конечно, скрыли, смяли, насколько смогли, чтобы об этом не было никакой речи, нигде. Ну, в общем, история такая, но я ушел от мысли своей, от чего я там начинал и так далее. А я хотел, я хотел. Мы о коррозии говорили, об этом всем движении, как ты поддерживал и так далее. И вопрос сейчас так сам по себе уже появляется. Ты уехал в 91-м году как раз, когда вот только был вот этот подъем, да, там времена как раз были переломные, но металл, вот коррозия тогда, ария, ну, вообще все вот группы вроде как выходили, вот начало 90-х это вот металл, такой рок тяжелый в русскоязычном всем этом мире начинал популярность такую большую набирать. И ты как раз уезжаешь. Ну, понятно, ты сказал по контракту, но расскажи, может, чуть-чуть по этой истории. Ну, ты понимаешь, дело в том, что гастролировать у нас в стране было уже в 91-м, уже туда, вот где там 90-е, уже почти невозможно. И это была серьезная проблема. И в том числе я рассказал про Сидию, как мы съездили на гастроли. И после того, как я уже съездил туда, я уже понял, что уже ездить будет очень сложно, потому что везде, если там не война, в этом регионе, скажем, то какой-нибудь там тебя за тобой будут, за твоими деньгами будут охотиться, потому что мы наконец-то начали зарабатывать деньги, которые мы объявляли сумму какую-то там за концерт, и нам должны были эти суммы платить. А суммы были уже более-менее приличные, понимаешь, но учитывая нашу инфляцию того времени, оно все равно превращалось через как короткое время в ни во что эти деньги, и поэтому мы фактически там не зарабатывали, а так держались на волне, просто это все, что якобы ты ездишь, еще там что-то выступаешь, но на самом деле с точки зрения денег мы их особо не зарабатывали, и я понимал, что становится все сложнее и сложнее, и сложнее, но задача моя не заключалась в том, чтобы, ой, давай, надо валить отсюда, надо валить отсюда, надо валить отсюда, я не знал точно, как должна складываться моя жизнь, и не определял ее, но дело в том, что я, когда послал свое демо, я приехал, вернулся в Москву из Германии, я записал демо, на основе которого нас подписали в Америке, понимаешь, и вот здесь пошел контракт уже, когда я сюда приехал, то есть фактически был подписан, ну, и кто откажется, ну, нормальный, трезвый музыкант, особенно молодой, который еще стремится к чему, к его продвижению в дальнейшем, кто откажется от того, что если кто-то ему предлагает контракт, ну, нет таких дураков на свете, просто, разумеется, ну, не сложилось у нас с тем контрактом по проекту Гейн, связано с тем, что вышла Нирвана, то есть, несмотря на то, что Корнер хотели нас, чтобы мы выпустили альбом такой, русский Иван Хейлен, такой, знаешь, чтобы было, чтобы ярко, хард-рок, даже они не хотели металл типа Круиза, они не хотели. Ну, парк Горького, парк Горького только тогда подгремел по всему, по всему Нью-Йорку и так далее. Да, да, было дело. Они как раз, мы с ними-то здесь и стусовались, как говорится, так плотненько, скажем, мы жили здесь недалеко друг от друга, Саша Львов тоже по сей день живет, вот у меня, вот, фактически 5-7 минут езды на машине мне поехать, откуда я живу, и мы с ним на связи, очень часто выходим и общаемся и так далее. Просто не всегда есть время просто тусоваться, как раньше, скажем, понимаешь, немножко другие времена. Все-таки так случилось, что, знаешь, ну, допустим, нас, компания, в тот момент определила, что, говорит, ребята, в связи с тем, что сейчас все меняется в индустрии, мы не будем выпускать ваш альбом. Ну, я думаю, ладно, тогда, ну, что же делать, давай собирать команду. Я начал собирать команду и собрал группу Карму и счастлив этому, потому что, на мой взгляд, это самое, если бы, опять же, эта группа продлила свое, так сказать, существование, это был бы успешный продукт по сей день, потому что это был такой просто коллектив совершенно потрясающих людей, потрясающих музыкантов, потрясающих, какой-то энергетического такого, знаешь, вот, не знаю, центр такой был, вот такая крепкая машина, которую невозможно было сломать. И мы играли в концерты очень часто с группой Tools, Rage Against the Machine, очень, когда все мы только поднимались, это был тот период, когда гранж пошел. А мы такой были между метал, гранж, что-то такое, элементы всего, пытались туда влить, чтобы просто каким-то образом не просто играть металл, потому что даже Slayer, блин, с нашей компанией, Slayer был на Wea, это самое, Wea, как у нас говорят, это самое Warner Electro Atlantic, вот, их тоже убрали Slayer, Weable сказал, вы нам больше не нужны, понимаешь, а Slayer при этом собирал салы нескончаемо, как с самого начала и по сей день, не мне тебе рассказывать и всей нашей публике. Я на последнем концерте был, понимаешь, это разное время, это индустрия, и в ней происходит одно, то другое, и движения это будут происходить. Ты знаешь, я был счастлив, что не состоялся этот проект, в конце концов, я со временем для себя понял, потому что у меня появились совершенно новые возможности раскрыть себя как музыканта, и, разумеется, в России большинство людей даже не представляет, что я тут делал, вообще, чем я тут занимался. кстати, я хочу всем вам напомнить, не напомнить, а сказать, но я вчера увидел, мне Валерий ничего не говорил, но я увидел, что Валерий завел канал на ютубе, где ты свою новую музыку туда заливаешь, правильно? Я на фейсбуке увидел объявление. Наконец-то. Да, наконец-то. Я ссылку под этим видео оставлю, заходите, подписывайтесь, смотрите. Тут, Алекс, у тебя еще спрашивают, расскажи, пожалуйста, какие-либо истории о том, как народное призвание и любовь вам помогли в вашей жизни, если такие эпизоды были. Ну, это, наверное, ну, народное призвание, признание, это, разумеется, всегда помогало, способствовало многим делам, разумеется. Ты представь себе, если тебя все люди знают, это означает, что тебя везде встречают и перед тобой преклоняются. Так оно и было, понимаешь, то есть, я, в принципе, никогда не чувствовал в себе вот этот элемент, вот этого популярного артиста, звезды, рок-звезды, еще что-либо. Для меня это было, никогда не играло никакой вообще роли. Я не чувствовал этого в себе. Не знаю, мы были супергруппой, скажем, но я, в принципе, никаким образом не менялся. То есть, для меня это не играло никакой роли, кроме того, что давало много возможностей. Давало возможностей даже свою, так сказать, дэму послать, допустим, каким-то важным людям туда, и они с удовольствием посмотрят, послушают и так далее. Даже если вот самый элементарный факт. Поэтому, разумеется, никогда не буду отрицать этого, что это способствовало какому-то дальнейшему движению. Поэтому, когда у тебя в твоих руках есть такая вот, это как инструмент такой мощный, как гитара вот такая, которая тебя, знание того, что люди тебя признают, перед тобой преклоняются и так далее, это всегда способствует успеху. Поэтому, надо всегда стараться этого достигать, но не всегда, но пусть это тебя не меняет. Знаешь, буквально вчера я себя чувствовал таким уставшим, помнишь, мы с тобой говорили и мы пошли, смотрели, с женой посмотрел фильм, называется Dangerous Lives. Это самое, опасные обманы. Ложь, опасная, ложная. Да, ложь. Вот, и в этом фильме вот, ты знаешь, очень четко просто дают понять о том, что вот, если это в цепочке, если ты себя начинаешь в чем-то обмануть и с чем-то ты живешь и вот вдруг ты выпускаешь куда-либо какой-то, какую-то ложь, какой-то обман относительно этого, того или другого, это тебя рано или поздно стукнет по голове. Да, он вернется к себе таким образом, что ты никогда потом не встанешь, не поднимешься из этой лжи, не вылезешь из нее. И вот это для меня пример того, что, слава Богу, что со мной не происходило ничего такого, на основе чего я бы изменился как человек. Слава Богу! Я себя просто могу за это просто сказать себе самому спасибо, что ли. и не знаю, понимаешь. Так что, вот такие истории. Дмитрий Полонин спрашивает, спасибо за гостя, легенда, кумир, Валерию привет, с наилучшими пожеланиями. Вопрос один, есть ли интересные Лес Полы в его коллекции гитар или он ушел от этой формы? И второй вопрос, не думал ли делать что-то вроде видеоуроков или обзоров? Не было бы, не было ли идеи поделиться огромным опытом или историей из жизни на YouTube? Ну, то есть, спрашивают на YouTube уроки, там, разборы какие-нибудь. О, Лес Пол Кастом, классик. Это классик, да? Да, на самом деле. Видно, да, вот это, это один Лес Пол, который у меня тут дома стоит. У меня еще есть несколько буквально Лес Полов, коллекционных, которых стоят просто в... Эти гитары стоят у моего друга, у него там есть специальная комната, где она фактически поддерживает определенную температуру, поддерживает одно и то же влажность и для гитары он лучше себя чувствует и буквально Лес Полы, в принципе, они перестали быть моими инструментами с точки зрения основных инструментов, на которых мне бы хотелось так сильно играть и такое внимание. Мне кажется, что Лес Пол весьма такой тяжелый инструмент с точки зрения... И не самый удобный. Далеко не самый удобный и далеко не самый легкий с точки зрения игры. Как тебе? Такое ощущение, что на тебя на деле какой-то такой костюм огромный, тяжелый, и ты просто давай, держись на плаву, не свались, понимаешь, или что-нибудь такое. Мне хочется, чтобы ощущать легкость во время игры. Вот тот же самый Важбурн, который вот у меня, обе гитары, они мне дают эту возможность гораздо проще. Причем я тебе хочу сказать, что ты посмотришь, когда приедешь в гости, посмотришь на лады этой гитары, вообще там ни одной мягеньки, ничего нету. вот с 11-го года, я не вынимая на ней игры. Они не из нержавейки, они из никеля сделаны? Да. Да. Это просто вечная гитара. Вечная. Понимаешь, они надежные, гитары, которые выдержат время, выдержат все и создаст тебе легкое. Ну, разумеется, к примеру, много всяких гитар, изготовленных мастерами. К примеру, вот такой инструмент. Это такой обычный стратокастер. Здесь Сеймурзенкан стоит вот этот самый такой хамбакер. Ну, для большего, так сказать. Эти, по-моему, Рио Гранде, два датчика стоят, вся эта панель. Так сказать, и это из какого-то карпатского дерева. Мне сделал мастер из Тирасполя, мой хороший друг. Вот. Она жутко тяжелая, эта гитара. Она из кедра из какого-то. Теперь голову тебе показываю. Там, в принципе, мое имя на этой гитаре, как ты видишь. А, чуть-чуть, чуть-чуть вправо. Что это? Виткас. ага. Да, Виткас, да. Это его кличка, этого мастера. Вот он мне сделал эту гитару, плюс сделал мне гриф на одной и другой гитаре, которую я тоже очень люблю. Там весь чат, весь чат хочет узнать, что там за диваном гитара, но я это попозже. Да, за диваном там есть тоже гитара одного человека, который мне делал. Вот это интересная очень гитара, это Custom Shop USA, USA Custom Shop, слышал такую компанию? Если ты даже зайдешь на eBay, просто впишешь USA Custom Shop гитар, бадди, это типа как Warmouth. Да, я понял, ну да, там Warmouth. Это типа такая же, да. Вот тело это их. Ди Марзио, не помню точно какая модель, это стоит Билл Лоренц, это Фернандес Сустейнер стоит здесь. Вот гриф он не сделал, вот тоже его голова. Просто когда он сделал, он говорит, я извиняюсь, Валер, так получилось, что почему-то что-то использовал, свет получился до головы другой, чем от этого. Я говорю, ну мне даже нравится, это вообще не проблема. То есть это очень интересная гитара, очень хорошая, очень легко играет. Сустейнер есть, этот Готовский вот такой инструмент. Далее что у меня стоит интересная гитара, вот это универсум, это ребят с Украины, знаешь, кто-то спрашивал, кто-то в чате писал, говорит, справа это не универсум гитары. Да, да, это есть, это есть одна из них. Я с ними познакомился тоже здесь на Немшоу. Они с выставкой приезжали? Да. Гитара очень хорошая, я считаю их просто, что они выпускают гитары очень высокого качества, очень высокого, ну я не знаю, исполнение... Валерий, подожди, я перебью, я перебью, скажу им, что иногда интернет, потому что вся Калифорния сейчас сидит на интернете, у нас вот как раз ты когда показывал универсум гитару у нас кубиками пошло, они нас слышат, но картинка пошла кубиками такими, так что может мы попозже ее еще раз покажем, да, потому что полностью показать еще раз, да, не видно, было одни кубики только были. Давай еще раз покажу, сейчас еще раз покажу. Вот она. Вот, так, да, сейчас лучше. Да, то есть, смотри, эта гитара чем уникальна, видишь, как вот здесь это открытое, то есть, внутри в этой гитаре сделано очень много каналов, по которым просто воздух как бы толкает себя вот в руку, это как золотое сечение называется. За счет этого гитара имеет больший сутейн, чем типичная обычная гитара, вот, каким-то образом этот воздух, который циркулирует она не пустая, она не как банка, да, как ЕС там, какую-нибудь. Она не как банка, эти каналы, они очень тонкие, а не просто для того, чтобы просто вот это звучание, вот эта вибрация имела свое продолжение, то есть, по этим каналам, за счет них задерживается вот эта вибрация дольше, просто, ну, где-то вдвое, я бы сказал, просто. Она имеет очень хороший сутейн, разумеется, за счет этого, и она, посмотри, как сзади сделана, вот, если видно, вот так, я лучше с этой стороны покажу, чтобы, вот, видно даже модели, ее тут написано. И даже на ней, даже на ней крышечка снята, потому что крышечка, это хоть на ней, я уверен, была красивая, но ты даже с нее ее снял. Это я к тому вопросу, что многие музыканты, если не все, их снимают. Абсолютно. Абсолютно. Дальше, что у меня, вот такой эстратик, ты мне вчера показывал какие-то свои новые красивые гитарки, а это вот старенький эстратик, японец, Fender настоящий, то есть, это 68-е года переиздания, Fender, если с этой стороны, то ты увидишь вот такой, мой бачок, такой, то есть, это 68-го года, Made in Japan, реишу, просто сделанное в 95-м году. И гитара мне это очень нравится, она имеет особый богатый. И он с кленовым топом, потому что американцы не любят обычно кленовые такие топы ставить, а в Японии они это дело любят. Тут спрашивает Степан Панфилов, спрашивает, Валерий Борисович, как вы думаете, может ли группа из бывшего СНГ повторить феномен группы Рамштайн в плане русскоязычной музыки? Ну вот, в смысле, вот вы... Ты знаешь, мне кажется, с одной стороны, хотелось бы сказать, что да, это все возможно, потому что мы живем в одном мире, на самом деле, сейчас, в связи с интернетом, в связи с тем, что мы сейчас легко друг с другом общимся, вот как мы сейчас это делаем, у нас возможностей стало гораздо больше, разумеется, мы себя, уже половину дела того, что раньше компании грамзаписи делали, мы сами теперь можем, понимаешь, у нас большие, огромные потенциалы есть, через которые можно себя продвигать, но хитрость заключается сейчас, сейчас себя сложно продвигать, потому что, во-первых, конкуренция огромная, во-вторых, несмотря на все это, надо иметь какие-то ресурсы, понимаешь, даже себя просто прорекламировать нормально, вот где угодно, даже в ресурсах ютуба, скажем, и всего, по всем этим каналам, это все равно стоит денег и умение, помимо денег, деньги, это одно, умение себя рекламировать, это другое, и удача должна быть, и удача должна быть, потому что, если нет удачи, то оно… Ты знаешь, без удачи, на самом деле, ничего не складывается в этой жизни, удача должна быть с тобой, но мне кажется, что удачу мы сами для себя ее находим, ты понимаешь, удача – это какой-то процесс, рабочий процесс, понимаешь, удача приходит тогда, когда ты что-то делаешь, когда ты просто лежишь на диване, и ты ждешь эту удачу, даже если она придет, она будет очень коротка, она будет… Ты незаметна для тебя, ты ее не оценишь, а когда удача приходит в процессе твоего какого-то творческого движения, там, вперед, или концерты ты играешь, или что-то такое, и удача пришла, она сразу имеет большое значение, понимаешь? А когда ты сидишь на диване, ничего не сделал, ничего нет, ну, она при… Удача пришла, но ты что с этим делаешь? Ничего, тебе нечего предложить, вот, поэтому все складывается в том, что сейчас сложно одно, сложно взять свою музыку просто так и тут же всем заявить, о, вот смотри, как мы круто все делаем, и все тебя услышали. Сейчас кого-либо заставить что-либо послушать, это настолько сложно, настолько такая просто долгая-долгая история, вокруг которой надо постоянно работать, понимаешь, вкладывать времени в этот процесс, поэтому любому человеку, любому артисту, любому, любой группе я бы сказал, что ребята, делайте, делайте все, что вы можете, можно становиться этим Рамштайном, можно становиться сегодня, но вы должны знать, вы должны придумать эти ходы, как к этому прийти, как этого добиться. Я тебе скажу, что есть многие группы, которые из бывшего нашего Советского Союза, которые спокойно приезжают, тот же самый Джинджер, ездит здесь, ты же знаешь, она выступает здесь и вполне успешно играют, они подписали контракт с это, Nuclear Assault, Нуклеар Булбласт, не? Ну, Нуклеар Бласт, да, извини, пожалуйста, да, вот, и они, разумеется, понимаешь, Nuclear Assault, была такая группа или что-то такое, что-то мне... Да, да, это как она, но тоже трэшевая такая, по-моему, Nuclear Assault она и была, да, Nuclear Assault, да, группа меня выбила, это точно, вот, они подписали контракт с ними, разумеется, понимаешь, иметь лейбл на сегодняшний людей с одной стороны очень хорошо, потому что они тебя могут сразу же подписать на свой канал, скажем, ютубовский, у них там, скажем, подписчиков уже миллионы подписчиков, которые тут же обязательно твое видео посмотрят, если ты уже на этом канале, просто на это через их лейбл, то есть у тебя доступ к публике своей, которой ты ее так ищешь, просто, уже просто сразу появился, понимаешь, а с другой стороны, ты никогда не заработаешь денег, потому что Нуклер Ашот, Нуклер Блаз, блин, они хотят сами заработать немного, понимаешь, вот проблема в том, что сейчас ты зарабатываешь за счет того, что выступаешь, продаешь, мерч, компания, они все говорят, что мерч это самый главный доход, все правильно, абсолютно верно, и за свои концерты, на концертах ты зарабатываешь, и то многие лейблы забирают даже у группы много денег, даже с этого, потому что им не хватает на собственное продвижение нормально, потому что мы живем в такое время, когда все хотят свою музыку получить бесплатно, к сожалению, понимаешь, никто не хочет ее покупать, все хотят ее просто скачать, вот, вот и все, все возвращается на свои, так сказать, эти самые, собственные, собственные проблемы мы себе составляем за счет того, что у тебя должна быть определенная поддержка публики, которая рано или поздно, понимаешь, или не то, что рано или поздно, она должна быть с тобой, она должна быть, это твоя публика, и ты за нее держишься, ты ее поддерживаешь, ты развиваешь и все такое, понимаешь, тогда ты сможешь достигать, и тебе нужно больше и больше и больше количества этой публики, вот и все. Тут Алекс спрашивает, важный вопрос, Все же сидят, все сидят по-любому так и думают, что ты выглядишь моложе меня, понимаешь? А мне о тебе мои родители рассказывали, поэтому спрашивают, чем ты занимаешься, йогой или что? Какой у тебя секрет молодости? Да, йога, я всем порекомендую йогу, да, это на самом деле. Я на самом деле в последнее время даже йогой не особо успеваю заниматься. Слава богу, у меня есть собачка Лилька, я с ней выхожу гулять. В основном это вся моя активность физическая заключается вокруг этого, что я выхожу с ней гулять. И ничего, скорее всего, там у меня генетика какая-то такая, что способствует моему, так, срок выдержки моей, что-нибудь больше, скажем. А так, в принципе, я человек такой трудяга, я не знаю, за счет того, что, может быть, работа моя заключается, она очень творческая. Может быть, творческая работа, она позволяет какой-то там просто больше, так сказать, сохранить себя, что ли, лучше. В основном я сижу в своей студии и постоянно в процессе, там, если не один проект, то другой, то третий. И таким образом вся моя сегодняшняя жизнь, и она мне очень интересна, она постоянно меня двигает в какую-то новую сторону. Всегда мне приходится делать что-то новое, что уже, я уже, мне приходится повторять вчерашний день, понимаешь, в чем-то. В этом смысле мне моя жизнь интересна и просто весьма, я ее дорожу, что ли. Про творческих людей мы вчера с тобой немного поговорили, что творческие люди, я не знаю насчет того, как оно способствует сохранению здоровья, потому что творческие люди не спят нифига до 7 утра, потом ложатся спать, стоят в 2 дня там, как у них цикл там свой, особый, непонятный. Ты знаешь, вот это на меня похоже. Я в последнее время опять начал, с карантином связано, конечно, начал ложиться поздно. Ну, поскольку мне приходилось вставать, когда еще школа работала, вставать рано и отвозить дочку в школу, это, конечно, было нечто гораздо тяжелее, чтобы я ложился в 3 часа. А теперь, поскольку она в школу не ходит, а все занимается здесь дома, я уже не встаю, так я уже ложусь позже, понимаешь, то есть я, в принципе, всегда был собой и всегда ночная жизнь для меня очень была важной. Почему-то творчество ночью всегда мне ближе, ночное творчество, понимаешь, чем утреннее. Скажем, утром я считал всегда полезным для прослушивания чего-то, материала, который я проработал вчерашней ночью, понимаешь, там, проанализировать что-то, сделать выводы себе, отметки сделать на это, на то, и, ну, как бы выбрать для себя правильные движения дальнейшие в развитии какой-то там песни, трека или чего бы я там ни делал. Вот. А в целом процесс, когда вот я беру гитару в руки или беру компьютер и всеми моими этими самыми делами занимаюсь, вечером меня, конечно, я чувствую, что у меня мысль пришла, вторая мысль пришла, и только успеть их реализовывать, понимаешь, то есть ночные мысли, они совершенно по-другому мне даются. Давай я пару вопросов спрошу так, по-быстрому, может быть, тут у меня на стриме до того, как с тобой там я стримаю, у меня кто-то спросил про Вошбурн MG120, 122, ты о таких знаешь что-нибудь? Да, я видел ее, я знаю, о чем он говорит, это такое, по-моему, стратовское тело такое у нее, у этой гитары, такое более, что ли, широкое вот с точки зрения формы, чем стратокастер. Я знаю, о чем он говорит, ты знаешь, ну, далеко не все Вошбурны были мне близки, разумеется, я просто так случилось, что вот когда я напоролся на первые вот эти гитары, они меня очень убедили, но у них было множество гитар, допустим, которые мне совершенно, меня не привлекали, то есть это не мои гитары были, и разумеется, это не означает, что фирма, там, скажем, неинтересная или так далее, у всех фирм есть, даже и то же самое и Лас-Полк, сейчас она не моя гитара, это я на них, это не любимая для меня гитара, чтобы я на ней играл, скажем так, а другой гитарист скажет, что это мое любимое, поэтому, разумеется, лишь мнение, это лишь мнение, я просто нашел свои Вошбурны, которые очень люблю, я их просто настолько люблю, ясно, они часть меня, я их часть, понимаешь, то есть мы как одно целое, мы с ними нашли общий язык, мы нашли общие позиции пальцев, понимаешь, потому что для меня в игре на гитаре, это вот первые две вещи самые важные, звук и идея, которая выходит из этого всего, из твоих пальцев, если у тебя звук есть, если у тебя в пальцах уже просто, знаешь, это голос, голос в пальцах у гитариста, так вот твой голос, если он сформировался в твоих пальцах, то дальше у тебя все будет в порядке, следующий этап, который ты должен к чему-то прийти, к тому, что ты играешь, какую мысль, какую ты идею, какие лады, какие у тебя воображения всего твоего мира музыкального, какие ноты тебя привлекают, куда ты пойдешь в этих своих нотах, вот это очень важный, самое важное, вот два элемента, которые я назвал, дальше делай еще что угодно, ты используй все техники, которые существуют, пользуйся минимумом, но изложи это в такой форме, чтобы всем было вау, чтобы все сказали, вот это было круто, понимаешь, вот это было интересно, ну пусть не круто, но пусть будет интересно, я не люблю слово круто почему-то, на самом деле. Кстати, я у тебя спрошу, тут многие поначалу писали про Хеликсы, ну мы вчера, я же тебе показывал свою покупку эту, но тут сначала, вчера один из подписчиков, он, когда я сделал ссылку, что будем с тобой делать стрим, он пошел и пересмотрел твое интервью с ProGitara, ну я знаю, там ProGitara интервью брали тоже у знаменитых музыкантов, и там что-то ты рассказал про то, как подключать гитарный процессор в домашний кинотеатр или что-то такое, вот он говорит, спроси, такое можно или что это вообще? Конечно можно, потому что сам процессор, он симулирует все колонки и я больше пользуюсь, то есть импульс-респонс эти самые, не сами колонки, которые включаю в цепь своих примочек, скажем, в сети этого самого Хеликса, а пользуюсь импульс-респонс, называется такие, которые просто, они были составлены разными компаниями, скажем, или Селешен там делали, или еще какая-то там компания, которые ставили микрофоны в определенных условиях, в определенных слугах и формировали для нас вот эти импульс-респонсы, которые я и пользуюсь все время, то есть они звучат для меня лучше, чем любые колонки, которые они туда выставляют, поэтому я первое, что порекомендую, если у кого-то Хеликс есть, пользоваться ими, просто не пожарите, купите или достаньте где-то, и есть и бесплатные даже, они даже те звучат лучше, то есть изменит вас процессор в сторону лучшего звука однозначно, это самое минимальное, что получится, возможно вы даже почувствуете, что это вообще настолько изменило звук вашего процессора, что это просто совершенно другой прибор как будто стал, вот. Ну, разумеется, есть более дорогие, есть менее дорогие, то есть с точки зрения, если ты покупаешь их, допустим, но их такое количество на самом деле развелось, их так много, что я не знаю, ты ими еще не занимался, поэтому наверняка тебе не особо нечего сказать по этому поводу, но для меня это был, знаешь, как тебе сказать, очень важный элемент моего вообще творчества, да, в этой коробочке даже. Я только ее подключил, еще так вот, ну, что-то начинаю понимать, но еще не сильно, я обычно... А я тебе подскажу, если что, там на самом деле все весьма просто, главное, чтобы... Лет 10, лет 10 я за этим просидел. И все есть, да. Да, если хватает. Я, так я, это самое, Димон, чтобы просто договорить свою мысль, для меня процесс быстрой реализации какой-то идеи самый важный. Если я буду возиться там с усилителями, там еще с чем-то, и на это затрачу столько усилий, особенно когда ты уже не просто, понимаешь, скажем, не в возрасте 20 лет, когда ты ничего не знаешь, то есть ты только, главное, тебе надо попробовать, попробовать это, попробовать то, потому что ты знакомишься с многими вещами. Я же на самом деле даже во времена круиза я переиграл на двух-трех усилителях, там просто скажем, понимаешь, или на двух-трех гитарах, там. Так же такое, лэс-пол был мой лучший, разумеется, даже если кто-то мне принесет лучшую гитару, чем мой лэс-пол, и для меня был лэс-пол мой лучший, однозначно. Понимаешь, когда мы молодые, когда мы смотрим на вещи вот таким образом, сейчас я живу в тот период, когда мне нужен процесс, чтобы происходил очень быстро, к примеру, я пишу сейчас какой-то альбом там одному моему артисту, так мне нужно, чтобы этот процесс двигался каждый день, вот так, вот так, вот так, вот так, и я чувствовал, что я достигаю своих результатов в определенном темпе. Если этого темпа нет, то мне надо забыть про это и перестать заниматься этим делом, понимаешь, спокойно сидеть, медленно писать свою собственную музыку или что-то еще. Поэтому вот с этой точки зрения, хеликс – это прекрасная вещь, которую ты можешь иметь, но ты должен в нее тоже время вложить, чтобы ее понять, изучить. Чем ты больше об этом знаешь, тем ты больше знаешь других элементов, которые пригодятся, чтобы потом ты использовал хеликс, импульсы которых я только что говорил. Импульсы – это вот просто является самой основной звуковой фишкой с точкой зрения того, чтобы этот процессор у тебя зазвучал. Вот, поэтому я на это затрачиваю время, то есть подготавливаю весь этот самый, у меня куча всяческих, разумеется, пресетов, у меня юзеры, допустим, если у тебя он будет, у тебя множество пресетов в этой примочке, а в моем еще больше. Почему? Потому что, во-первых, это больший процессор, в большем, так сказать, процессор сам по себе мощнее, потому что он должен тянуть и усилители, он должен тянуть гораздо больше, да. И у него огромная память с точки зрения того, сколько там. У юзеров у меня пять, и все заполнены пресетами, которые, в принципе, я сам их составлял. И когда ты это делаешь, ты в этом процессе, ты, конечно, создаешь каждый раз лучше и лучше, и лучше, и лучше. То есть с ним надо уметь работать, с любым этим самым. Но я всем рекомендую, чтобы вы не забывали, что обязательно нужно играть и на усилителях, обязательно надо играть и на процессорах, понимаешь, чтобы вы поняли разницу, чтобы вы понимали, как можно развиваться быстрее, и что тебе что дает, чтобы ты мог реально оценить свои собственные результаты. Но не пользуйтесь дурацкими дешевыми процессорами, потому что они все равно, понимаешь, там, типа боссы какие-то там. Как зум 505. Да, зумы какие-то там, не пользуйтесь этим всем просто. Ну, я понимаю, что не хватит денег на все, но в любом случае даже HD 500, этот самый старенький, который там 5-7, а то и 10 лет назад, не знаю, когда вышел, Line 6, уже лучше, понимаешь. Так что вот такие дела. Так, ну ладно, до того, как мы все-таки когда-нибудь достанем гитару из-за дивана, тут все переживают. Она же там, это самое, но... Я тебе скажу, тут с этой гитарой небольшая проблема произошла. Сейчас струн на ней нету, потому что... Не помню, что случилось. Этот друг мне сделал эту гитару, собрал ее. Это какой-то совсем кастом шоу. Кастом шоу такой. Видишь, посмотри, у нее эти самые, эти колки весьма хорошие. Это, подожди. Спирцелы. Спирцел. Это спирцел. Вот, смотри, какое тело тут. Такое смешное. Маленькое весьма такое тело. Это Сеймур Дунган такой. К сожалению, человека нету в живых. Сейчас он буквально в этом году умер от рака. Просто... Ну, он так любил мою игру. Говорит, слушай, я и сам коллекционировал в основном какие-то там винтажные гитары и все такое. И сам играл немножко. Он играл на слайде. Слайдом играл. И он говорит, я очень хочу тебе подарить одну свою гитару. Я не знаю, надеюсь, тебе понравится. Я ему кучу всяческих множеств спасибо сказал. Это, кстати, вот бридж у Вилкинсон. Такой весьма нормальный. По стюме, качество этой гитары звучит она превосходно. Но гриф он где-то взял. Он не то, что его делал сам, а тело сам сделал. Вот как-то это вот такая гитара. То есть звучит она превосходно. Я не помню, из-за чего я снял струны. Что-то меня где-то цепляло. Я не мог понять. Я хотел отдать ее мастеру, чтобы посмотрел. Что-то какое-то... Я уже забыл. И она поэтому лежала вот тут. Должен был передать человеку. А поскольку из-за карантина он опять же ко мне не заехал ее забирать. Вот в чем проблема. Карантин наше все сейчас. Да. А ты помнишь гитариста Ивана Русеева? Тут заразер спрашивает. Ивана Русева. Он играл в группах «Металлический полюс», «Крейзер». Он как-то рассказывал, что играл с вами. Было такое? Знаешь, все возможно. Я, к сожалению, всегда у меня была проблема с именами. Меня многие спрашивают. Валера, ты знаешь такого? Ты помнишь такого? Или как-то он говорил, с тобой играл. Я не хочу утверждать ни того, ни другого. Я просто... Все возможно. Я играл с таким количеством людей, что нереально просто даже... Просто мне бы постараться напрячься настолько, чтобы все вспомнить. Мне иногда мои бывшие директора группы «Крейзер» рассказывают какие-то, когда мы там встречаемся. Истории, которые я совершенно не помню, выпали из головы, как будто их не существовало. Знаешь, я просто сам или ржу на эту тему, или что-нибудь такое. Ну, просто весьма уникальные истории, которые стоит, чтобы обратить на них внимание. А для меня они как будто их уже нету, не существует и все такое. Поэтому в этом есть свои, так сказать, нюансы. Запомнить всего нереально. Возможно, что я его знаю. Возможно. Но не буду утверждать ни того, ни другого. А с гитарным мастером Николаем Галяевым ты не знаком? Да, знаком, конечно. Был у него дома, в Кишиневе, да. И показывал мне свои инструменты. Хорошего качества инструменты делал человек. Очень интересный, да. Поэтому, да, знаю такого, разумеется. Иван спрашивает. Валерий Борисович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о процессе записи магнитной ленты «Железный рог», вышедшей в свет в 87-м году. И спасибо также Диме за стрим. Да, это как раз был тот альбом, который мы готовили его для Германии. Нас попросила, какая компания была. Другая компания. Мы подписали контракт с ВИА в Германии. А была другая компания, у меня уже вылетело название этой компании. Приезжал к нам их представитель и попросил, они хотят послушать наше демо и все такое. И были заинтересованы подписать с нами контракт. И под этим предлогом мы нашли себе студию в Карибабулу, в кардиологическом институте. Была такая студия, построенная финами, непонятно зачем. И там был какой-то такой старинный американский пульт, 16-канальный магнитофон. И вот в этой студии мы писали фактически этот альбом, готовили, который в принципе стал вот этой пленкой, кассетой и всем этим альбомом подготовительным к тому, чтобы записать английские версии вот этого черного альбома фактически. Так что это была история, которая тянулась весьма длительно. Почему? Потому что в принципе я вспоминаю, как сейчас Серега Ефимов пришел в студию, записал свои барабаны так за один день и ушел. На этом все закончилось. И я фактически один с инженером, который нас там обслуживал в этой студии. И мы с ним сидели фактически там 3-4 месяца там и колупались в записи вот этого альбома. Вот это был, вот такой процесс был. И мы, эта демо, разумеется, через время, я помню, что мы даже не свели его с концами, потому что нас потом позже подписала We are. Они сказали, нас это все не интересует, ваши любые демо, которые вы здесь делали, вы приезжаете к нам и еще делаете на английском. Понимаешь, то есть тема сменилась, так быстро, резко, что мы про это демо забыли. И фактически определенного, какого-то сведенного, окончательного материала так и не было сделано. Поэтому это такие, знаешь, типа какие-то, знаешь, мы просто сводили, чтобы пойти домой, послушать, как там звучит или что-то такое. Сугубо вот такие сведения были сделаны. Так что, ну, как говорится, людям всегда было интересно что-либо найти такое, которое нигде не вышедшее, не выпущенное. И поэтому это вызвало такой интерес, и он, в конце концов, вышел в качестве вот, в таком, как мы могли его достать, в общем. Спрашиваю, ты с Сарой, чем вы общаешься? Ты знаешь, последние пару лет не общаемся, потому что он взял и пропал, не знаю, куда делся. Время от времени еще год назад слышал от него, получал звонки, там, там, как дела, там, и все такое, в общем-то. Хотя мы с ним всегда были на связи. Я Сарыч его всегда любил, уважал за его талант, одаренность и за его голос. Может, он сейчас посмотрит, посмотрит, может, и все-таки напишет смс какой-то. Типа скажет хотя бы привет. Ну ничего, он тебя найдет. Он вяжется с тобой и скажет, да, ты знаешь, Сарычев может появиться в любой момент. И так же может исчезнуть. И у него свои, так сказать, пироги, которые там варятся, коптятся и все такое. Поэтому он сам разбирается в своей жизни, там, и в своих делах. Там, Валерия, откуда это название группа Карма? Спасибо. Вот я, видишь, прочитал сейчас, наконец-то, что-то. Увидел. Увидел сюда. Вот. Карма, я не знаю, кому пришло из нас. Я так быстро собрался этот коллектив у меня. Так получилось, я объявление поставил, повесил. У нас был тогда Рис Сайклер. Такая газета. Это знаменитая газета. Там Ларс Урих с Джеймсом Хэдфилдом через нее познакомились. Абсолютно, абсолютно. И там были как раз музыканты, встречались там и так далее. И ко мне буквально на следующий день после моего объявления приходит певец мой, с которым я просто сидел дома у себя в квартире. Там у меня была Карвин гитара уже, я уже получил свою зеленую, которую я сейчас даже и покажу. Вот это моя дорогая гитара, очень любимая, глубоко уважаемая. девяносто первого года, специально для меня сделана. Это я ее настраивал, ключик еще остался в ней, не закончил настраивать. Это 727 или как-то так, да, по-моему, DC? Нет, это, по-моему, какая-то другая модель. Сейчас, подожди. Мне не упомнить, как модель называется. Я тебе покажу главные бумаги, ты увидишь, там модель написана, это самое, не помню, но не 700, не 700-ая серия, там, мы глянем отдельно, я скажу тебе точно, какая-то модель. Ну, в любом случае, они ее делали для меня со специальными, громкость в середине, там, знаешь, это самое, стоит позиция, как на 12 часов у тебя, а если он раз, я остановился, этот самый потенциометр. Все сделаны, 4 потенциометр, это таким образом, для чего? Потому что, когда ты ищешь свою позицию, когда ты играешь много громкостью, а я играл, не знаю, из пилигрима, я любил очень играть громкостью, это для меня было каким-то таким дорогим и важным элементом моей игры, я очень часто любил им пользоваться. То есть ты любишь, чтобы ручка громкости была поближе, вот как раз вот там под мизинцем или все-таки подальше? Ты знаешь, когда под мизинцем, мне не нравится, потому что все время мешает, когда вот ровно, громкость должна находиться ровно там, где удобно тебе недалеко достать до этой громкости, и в то же самое время ты не спотыкаешься об эту громкость все время, и ты начинаешь двигать эту громкость больше-меньше. Вот проблема у меня с Шектером, вот, к примеру, с этим, вот эту громкость я все время, вот все время она у меня тут под пальцем, оно просто мешает мне все время, и самое главное, что если она у меня полностью открыта, то мне окажется потом наполовину срезана уже громкость. Ну это как у Джексона, почему я Джексонов не это самое? Тоже не любишь. Да, что ты за этой ручки, она как раз вот в самом таком непри... я не знаю, я... почему я думаю туда поставили, этот Джексон первый был сделан для рендироваться, потому что, ну, первую вот эту полустрелу такую делали, это же... И может это вот рендироваться туда все время палит свой клал как-то, может вот под него это сделали, а мы теперь все мучаемся после этого. Да, 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 да. Тут человек спрашивает, есть ли у вас Вашфорн ЕС 29-й? Да, он есть, он в Москве, просто он... так я и не сумел его до сих пор привезти обратно к себе домой сюда. Так что он есть. Я что-то не договорил по предыдущему вопросу, мне так кажется, что там было, и я отклоняюсь все время в своих рассказах. Мы тут же все хотят все поспрашивать, вопросов очень много, и я читать пытаюсь как-то там, и она все сбивается. Ну, то не беда, если что, напомню. Да, если что, ответим позже. Пользу, да, ну тут Степан говорит, что заметил такую вещь, когда музыка группы издается на лейбле, просмотров и кликов очень мало, но когда группа вырывается из капкана лейблов, просмотры, лайки и дизлайки возрастают стократно. Но я думаю, это не от лейбла, не лейбла зависит. Я тоже так думаю, я думаю, просто насколько эта группа уже становится в какой-то мере знаменитой, известной и так далее, что у нее появляется публика в этой группе. Поэтому мне кажется, что если быть независимым на сегодняшний день, это всегда лучше, потому что с одной стороны труднее начинать, а с другой стороны можно большего достичь через свои собственные. И можно, в конце концов, финансово ты выиграешь, в конце, если ты становишься известной группой рано или поздно. Ты знаешь, история моя с кармой заключалась в том, что... А, я не сказал... Вот про карму мы, про ресайклеры, да? Про карму. Что название? Я не помню, от кого пришла из нашего, когда мы собрались все вчетвером, каким образом мы, кто определил это название, но мы все пришли ко мнению, что вот это наше название. Это просто карма, что мы сумели собраться вместе. Мы как-то посчитали, что оно совпадает с нашим состоянием. Все были настолько... Просто... Ну, как тебе сказать, это был такой заряд огромной какой-то энергетики внутренней, что нельзя было не назвать это кармой. И все приняли, что вот типа это классное название для нас. Вот так получилось название. Потом я хоть что-то хотел другое сказать, что опять же происходящее во время кармы, но, к сожалению, так мысли летают туда-сюда и быстренько отвлекаемся. Тут вот мне интересный вопрос. Спроси у Валерия, почему он ушел от ESP. А ты когда-то был в ESP? Да, был у меня этот самый контракт с ESP. Это буквально 2004-2005 год. И прекрасные гитары. Слушай, у меня вообще никакие проблемы. У тебя ESP они дали или ЛТД тебе дали? ЛТД. У меня был ЛТД семистронный. А расскажи мне по секрету, если это небольшой секрет, но так как ты не с ними уже... Как вот этот эндорсмент вот этот вот с ними проходит? Что они? Вот дают тебе гитару? Какие у них требования от тебя, от музыканта? Ну, разумеется, они хотят, чтобы ты просто представлял эту гитару и как можно больше на ней играл. И они очень требовательны к тому, чтобы ты именно на их гитарах играл, а не брал, допустим, Карвин какой-нибудь, или Левашбурн в это же самое время выступал. Разумеется, это основные требования. Я, честно говоря, всегда не поддерживал вот эту сторону, эту силу, поэтому часто даже говорил, ой, не хочу, не хочу. Очень часто отказывался от них по причине того, что ты зависим от них, как их... И, с одной стороны, это здорово, что они тебе дали инструмент, и ты на нем играешь, ты можешь рекламировать, а тебе могут еще даже денег давать. Это, разумеется, Стив Вай, получается, это, конечно, неплохие деньги за то, что... Это если продают его подписные гитары, они там процент получают, скорее всего. И, конечно, обязательно, это его модель, это... Поэтому Signature Series, это самое, всегда стоит дороже. Ты обрати внимание на цену, там, того же Fender или Fender JPEG. И помимо, помимо этого, моя такая теория, что их делают немножко лучше, чем обычные гитары. Просто потому, что они не только за именем своей фирмы следят, но также за именем музыканта, которого они делают гитару. То есть, вот по ESP, я знаю, LTD 600 серии, это все подписные, они вот всегда качественнее, мне кажется, даже чуть ли не как тысячная серия LTD. Ну, всегда все, которые были. Согласен с тобой, абсолютно согласен. То есть, качество соответствует выше там просто. И компании, конечно, об этом заботятся. Вопрос тебе, Валерий. Раньше путь к успеху был таков. Сперва стадионы, а потом весь интернет забит твоими произведениями. Но сейчас сперва успех на YouTube, а потом стадионы. Как вы думаете, такая версия соответствует истине? Ну, разумеется, ты не сможешь попасть на стадионы, если у тебя нет вот этих миллионных просмотров твоих видео и так далее. Ты сейчас не соберешь эти стадионы. Мы жили немного в другое время, когда, разумеется, ни интернета не было, ни YouTube, об этом даже и речи не могло быть. Развлекалого как такового не было, понимаешь? Не было вот этих всех там парков, аттракционов и так далее. То есть, были уголки пионеров, может, какой-то спортзал. И когда концерт кто-то приезжает, все ломятся. Ну, то есть... Да. Это все правда. И это так. Но на самом деле, еще, понимаешь, учитывая те времена, и все-таки было развито вот это подпольное, подпольное там андеграунд, вот этот бизнес, который, помнишь, на рынках продавали кассеты. Ты приезжаешь и ты заказываешь кучу. Я хочу на этой кассете. Запиши мне кассету вот с такой-то музыкой. И ты говорил, что тебе записывать. И потом, черный альбом «Металлики» я слушал, который назывался «Creeping Death», и я думал, что он так и называется. «Creeping Death» — это их альбом, без двух последних песен. И пока там, я не знаю, до середины 90-х, я думал, это и есть настоящий альбом. Разумеется. Слушай, а наши альбомы были всегда вот так в какой-то каше просто. То есть, это не то, что там, как мы их выпустили, как мы посчитали. Мы на самом деле, круиз первый записал 15 песен с одного захода в студию. Просто вот так, ну как студия. Студия относительно, я так называю. Это катушечные магнитофоны, которые на один записывалась болванка. После этого писался голос плюс гитара, которые дополнительные, куски которой игралось на гитаре мною. Это накладывалось. То есть, мы включали этот магнитофон, бобину, на который записали весь основной музон. И после этого мы как с плейбэком играем сейчас. Понимаешь, как с плейбэком ты играешь и сводишь сразу же. Сведение это было окончательно. Все, на этом закончилось. Поэтому мы записали 15 песен, которые пошли, вот попали в эту сферу underground продажи музыки на рынках. И оно просто буквально через полгода взлетело так. Это приблизительно как вот местный YouTube. Вот сейчас YouTube делает то, что вот эти ребята за нас делали. И они сказали нам тогда так. Мы вам даем магнитофоны, ребята, но бобины наши. Мы владельцы этого всего, не вы. Поэтому они делали как хотели. Они там включали одну песню, там другую бобину, они включали другую кассету. Три песни там, ну как хотели, раскладывали. Поэтому была такая огромная путаница в связи с нашим материалом, какие песни когда были выпущены. Ну пошли дальше. Попробуем поотвечать немного. Да я тут пытаюсь посмотреть. Ну тут спрашивают про Арию. Да, кстати, мне интересно. Вы с Арией-то, да, вот это же как раз в то время было середина 80-х. Вы с ними... Да. Так получилось, что мы как раз тоже стали более-менее металлическими к 85-му году. 85-й год, в принципе, для нас являлся таким переломным, что ли, в этом смысле. И мы только к 86-му году собрали весь этот материал уже для записи «Круиз-1». Он назывался «Круиз-1» не по той причине, что мы посчитали, что он так... это название альбома. Мы... это было просто из-за того, что нас... нам не утвердили название «Рок навсегда». Вот. Альбом назывался «Рок навсегда», разумеется. Потом это уже присвоили. Типа, это группа «Круиз-1». Ты знаешь, пытались даже вот так лишь бы себе назвать. Типа, Агаин же ушел из «Круиза», он же назвался группа «Круиз-1». Типа, это группа «Круиз-1». Ну, это всякие уже басни пытались рассказывать, придумывать или каким-то оправдать то, что они себе вернули название «Круиз» там и так далее. Но это не важно. Мы не об этом сейчас. А именно о том, что фактически мы на переломе перехода к тяжелой музыке. И это был для меня, знаешь, длительный подготовительный период, как вот весь период с 81-го года, как мы назвались «Круизом», я шел к этой музыке. Я шел, медленно развивал, искал себя, найти как гитариста, который... вот просто «Черный альбом» в каком-то смысле для меня является эпогеем вот всего. Вот что «Круиз», к чему он мог идти и достиг. Ну, к сожалению, вот «Белый альбом» уже, следующий, он просто был выпущен только как демо, потому что мы не вернулись больше в Германию на запись его. Если бы этот альбом был записан, тогда можно было бы его, конечно, оценивать сегодня немножко по-другому. А поскольку мы сыграли его просто живем, он, разумеется, сейчас выпущен, но мы сыграли его лишь живем. Это просто я записал голос после, и никаких наложений не было. Там даже ни ритм, гитару не накладывал. Вот. Ну, в общем, типа этого. Поэтому очень сожалею, что не было окончательной записи вот «Круиза» белого альбома. Ну, а сейчас, сейчас вот, наверное, интересно людям, сейчас ты чем занимаешься вообще, как ты, тут может кто-то интересно, ну, тут спрашивают про сессионного музыканта, если у тебя были такие предложения. Я знаю, чуть-чуть ты мне уже рассказал, но я думаю, стоит, может, повториться. Ты знаешь, приглашения в группу я разные получал очень давно, еще будучи, еще в «Круизе». Ты представляешь, мне даже, мы уже называемся группой «Круизе», и Павел Слободкин из «Веселых ребят» мне предлагал, говорит, «Валера, переходи, веселые ребята, мы ездим в ГДР, в Венгрии и так далее. Давай, переходи к нам, у нас лучше». Я говорю, спасибо. Мне это как-то, у меня не было задачи ездить по ГДРам просто, мне хотелось играть свою музыку. Он не понимал этой разницы. Вот. Поэтому даже позже уже все предложения, даже, ты понимаешь, я даже себя не видел гитаристом, ни Ози, Оспара, ни никого, понимаешь? Мне просто почему-то всегда ближе к моему телу было всегда то, что я делаю. Допустим, мне важно было себя реализовывать свои музыкальные идеи. А если я буду играть, скажем, в «Мегадэв», и мне придется повторять Марти Фридмана песни или там, или и так далее, мне это уже становится... А там же ж надо нота в ноту. Там Дэйв Мастейн, диктатор этого дела, там надо будет играть. Да, да, жестко, жестко все это очень. Я с Крисом Бродериком разговариваю, он говорит, там все как корпорация, ты туда заходишь, там надо все по расписанному регламенту и так далее. Абсолютно, абсолютно, да, все верно. Так оно и есть. Ну, ты понимаешь, это же большой бизнес, большая индустрия, они хотят выйти на сцену и выглядеть ровно такими, какими они изначально, мне разумевались в данной композиции и так далее, во всей своей музыке, на протяжении истории высуществования группы «Мегадэв». Вот, ты понимаешь, и это очень важно. Я, честно тебе скажу, я другого склада гитарист, я не люблю играть одно и то же, я не люблю играть, повторить соло в себе. Я не повторю его, потому что я уже не помню точно. В этом мне надо сидеть каждый день и только заниматься этой игрой этих соло, именно запоминать ноту в ноту. Но когда ты можешь себе двинуться влево-вправо и просто себя выразить... Соло должно быть начало и конец, а в середине там можно всё это менять, да? Всё правильно. Это было не настолько важно, поэтому у меня никогда не было ни одного соло, чтобы было повторением его точное. Ты увидишь это... Ну, разумеется, у нас не было такого количества записей, нам не повезло в этом смысле. Даже те записи, которые у меня были, у меня было в большом количестве, много всяческих... На VHS, помнишь, тогда писали это самое камеры, это самое... И потом смотрели на своих этих видеоплеерах. На те видео сейчас посмотришь, это как, вроде, ты лет на сорок назад посмотрел. Оно, вроде, кажется, вот совсем недавно. Качество прям такое. Я не знаю, видел ли ты какие-то там отрывки из наших концертов в Германии, там просто... Посмотри, какое качество, какое вообще... Это ужас! То есть, на таком качестве и звуки, и всё, всё остальное. Это просто не трудно смотреть, конечно. Но уловить вот тот кайф, который тогда это было, потому что, на самом деле, когда мы появились в Германии, круиз, когда появился, это была бомба. Это был такой взрыв, что они... Мы взорвали страну. Мы взорвали страну так, что просто, к сожалению, в России этого никто не знал. Как мы там в Германии, как у нас там дела идут. И если бы мы задержались, если бы мы ещё задержались просто на два, на три года, всё. Это было бы достаточно для того, чтобы сегодня было играть, продолжать то же самое и быть Мегадесом. Понимаешь? Ну, к сожалению, жизнь, она или к радости, или к счастью, она всегда имеет свои, так сказать, другие обороты. И всё может повернуться от другой стороны. Кстати, Лос-Анджелес, нам и так далее. Ты Юрия Шишкова, ты с ними не знаком? Ну, с этим, с мастером, с мастер-билдом Фендера? Ты знаешь, ни разу не знакомился, хотя кто-то мне говорит, ой, ты хотел бы познакомиться, а он где-то в Короне, по-моему, или где-то здесь? Ну, возле Фендера, да. Да, да, да. Но мы ни разу не попали, и мои одни клиенты, которые очень хорошо знают людей из Фендера, они про него как раз меня спрашивали, говорили о нём. Это мой очень молодой такой талантливый исполнитель, он, они для меня уже многие годы клиентом являются. Там я с ними его продюсирую, я сначала учил его на гитаре играть, потом вот эти его музыки, потом построили студию им дома. В общем, он продолжает заниматься упорно этим делом, и они меня звали бы поехать как раз. Вот, и о нём говорилось. Но я так и с ними не сезал. Ты, если вдруг там номер телефона Юрия Шишкова где-то найдёшь, ты мне его сразу там дай по секрету, может, я договорюсь на стриме с ним. Придет. Ну что, у тебя ещё время есть? Мы два часа запланированные посидели. Как ты считаешь? Ну это тебе, ты, 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 ты гость, я-то чё? Ну нам с тобой, нам с тобой полегче, у нас здесь только час дня, там люди, там люди сидят уже под три ночи. Я вот что предлагаю, если нашим, так сказать, зрителям, которые нас сегодня смотрели, и я уверен, что ещё много людей прибавится, и будут смотреть нашу эту с тобой встречу. Я думаю, если желание огромное будет, мы можем это повторить. Тут я видел, тут писали, надеюсь, что не последний, я тоже, кстати, надеюсь, что это не последний стрим. Ты человек, которому есть что рассказать, как я начал этот стрим. Мы даже, даже, даже и немного не коснулись всего, что у тебя есть рассказать. Ты очень опытный, не просто музыкант, гитарист, а также вот всего, что связано с музыкой. Поэтому у тебя есть что рассказать. Поэтому, может, даже оно будет и лучше ещё раз, там, ну уже с более, более, там, обдуманными какими-то мыслями. В следующий раз мы можем более узко что-то кому-то, во-первых, отвечать на вопросы, потому что я понимаю, что мы ответили просто буквально на 10 вопросов, да, из всего, что люди задавали. И вы уже извините, ребята, за то, что так получилось, но как-то у нас это всё, как мы по течению, как бы, нас несло по течению, и вот мы с ним так и пошло. Ну, это, это не интервью, если, если так судить, это просто, ну, как бы мы с тобой, мы с тобой разговариваем, о нас, о нас люди смотрят. Ну, пишут, что хороший стрим, говорят, что очень приятный человек ты, сразу это видно. И я тебе хочу это сказать, что это один из самых, самых лучших стримов, которые у меня были. Так что, да, я надеюсь. Я очень рад послышать, и я очень рад, во-первых, твоему приглашению. Я очень рад твоему приглашению. Я прям, прямо теперь уже точно еду на нам, если, если нас откроют, если нам откроют. Отлично, отлично. И мы там когда-то встретимся. Мы оба это дело любим, я знаю, я знаю. И ещё раз тебе спасибо не просто за то, что ты меня пригласил, а за то, что ты это делаешь. И я знаю настолько, что это важно, и это очень здорово. И я очень рад, что у тебя есть твои слушатели, которые с удовольствием тебя слушают и смотрят, и наслаждаются, и познают много чего из старых, которых ты уже, фактически, ты можешь им держать в своих руках, и каждый день. Ты даже меня поражаешь тем, что у тебя были такие крутые инструменты, вообще каждый день ты просто что-нибудь там купил, опять в очередной раз. На канале «Гитарные истории» только интересные гитары. Спасибо, Валерий. Ну давай, наверное, давай будем заканчивать. Тебя неохота держать. Тут понимаешь, и это... До следующей встречи. До следующей встречи. На данный момент. До следующей встречи. Мы всем, мы вам обещаем, что ещё стрим проведём, тем более сейчас карантин, дело такое, оно особо заниматься нечем. Вам всем спасибо, что смотрели. Если какие-то вопросы мы не заметили, то может в следующий раз, может в личке мне где-то там напишите. Кстати, канал, я сейчас не знаю точно какой канал у Валерия, но я сейчас в ссылке прикреплю к этому стриму, там я знаю люди спрашивают. Мой канал называется «Вал Гаина», просто «Вал». Первые три буквы от Валерия – это «Вал» и «Гаина». Всё, заходите, пожалуйста, слушайте мою новую музыку, мы об этом не говорили сегодня совершенно, но мы можем в следующий раз, и я что-нибудь расскажу про это тоже. Так что, в принципе, вам, всем, ребята, огромное спасибо за то, что присоединились, и до следующих встреч. Так, ну, я сейчас выключаю стрим, и мы потом с тобой официально... Попрощаемся. Попрощаемся. Тут процесс. Процесс это всё выключать. Есть.